Итак, как и было обещано ранее, мы сегодня проводим стрим на тему мифы о России. Если вы помните, две недели назад у нас был аналогичный стрим по мифам об Украине. И теперь, чтобы соблюсти, так сказать, баланс, мы решили провести стрим и о России тоже. Мы пригласили несколько человек, которые имеют прямое отношение к этому, россиян, тех, кто долго в России жил, однако по каким-то неизвестным причинам никто из них не пришел. Ну что ж, возможно, сегодня просто пятница и многие уже готовы, пускают пузыри из определенного места, но раз никто не подошел, значит придется разбирать мифы самим. Итак, начнем с первого нашего утверждения. Практически все россияне, особенно старшего поколения, за Путина и поддерживают его политику. Ну, внешнюю в первую очередь. Ну и так, что вы об этом думаете? Да, я даже не знаю, как бы что сказать, потому что я с россиянами сильно не общаюсь, но я думаю, курс Путина имеет, в принципе, спрос в российском обществе, потому что основан на каких-то идеях таких вот большого государства. То есть люди, особенно старшего поколения, все-таки в большей степени ностальгируют именно по Советскому Союзу, по тому времени, которое, по молодости. Поэтому я думаю, Путин своей политикой попадает в эту часть общества. Молодежь, может быть, она уже как-то по-другому на эти вещи смотрит, но вот старшее поколение, оно, на мой взгляд, точно пропутинское такое. Ну, только, может быть, на них влияет еще как-то уровень жизни. Ну, они же понимают, что там война, и в Афганистане была война, и в Чечне, потом вот сейчас вот в Украине воюют. Поэтому я думаю, они все-таки соотносят как-то, там, что вот бюджет на эти вещи тоже, на величие, да, тратится там на Крым тоже, но они готовы для этого потерпеть, да, чтобы Россия great again, скажем так. Ну, а так, конечно, опросы говорят, что официальные, что за Путина довольно-таки много людей. Да, вот, а в этом я и хотел сказать. То есть ясно, что официальные опросы, они просто, ну, очень огромные, они рвут вообще все, то есть там чуть ли не 80-90% за и стадион мы видели все это. Но, к примеру, такое мы видели уже не раз. Тот же Мугабе в Африке, он тоже получал огромную поддержку. Или взять Даша Гаити, например. Известная ситуация с диктатором Дювалье, например, который, с Дювалье старшим, я имею в виду, с папой Доком. Который, значит, когда уже в конце своего правления, он провел референдум о том, чтобы передать власть своему сыну, которому, ну, на тот момент было 19 лет. Естественно, 100% населения проголосовало за. Ну, неизвестно, спрашивали ли реально кого-то или нет, но все оказались за. Но мы знаем потом, через, ну, правда, продолжительный срок, но в начале 86-го года того же Бэйби Дока, этого, то есть сына Дювальера, потом свергли. При том, что референдумы, которые проводились там в поддержку разных его инициатив, законов, они обычно набирали там 93% поддержки. То есть, ну, понятно, что это все фейковое, как и наше голосование. Вот поэтому я и спрашивал, что как ты реально думаешь. Вот ты общаешься вообще на форумах? Это фейковые, ну, может быть, в какой-то степени опросы, да, но я думаю, что все-таки поддержка у Путина есть. Вот, это не на пустом каком месте. Если бы был какой-нибудь человек типа Ельцина, да, например, ну, то есть совсем немножко про другой политик, да, то там, возможно, да, были бы, можно было сказать, что да, 100% фейковые рейтинги. А так Путин, ну что, люди пока еще как-то сводят концы с концами, да, там 20 миллионов нищих и так далее. Но пока еще какого-то такого, прям, ну, недовольства, да, нету в России. Ну, там бурчат, конечно, да, но так вот, чтобы прям какой-то, ну, критики такой откровенной, жесткой, да, как вот Ельцина, например, критиковали, я лично не наблюдаю. Может быть, в какой-то степени не раздуто, да, все это. Но пока рейтинг Путина довольно-таки высокий. По крайней мере, если сравнивать с Лукашенко, да, в Беларуси. Вот, понятно, даже есть какие-то времени, что у нас в Беларуси больше людей за Путина, чем за Лукашенко. Ну, в России, субболее, высокий будет рейтинг. Что ты думаешь, ВАСП? Вот ты как общаешься с россиянами, там в интернете много, там с оппозиционерами, возможно, и с людьми более ватными, я знаю, то есть, как они к этому относятся? Да нет, кроме Ютуба, наверное, так и не общаюсь. Ну, мне кажется, просто Путин раскрученная фигура, как у нас Лукашенко, скажем, 10 лет назад. Если не Путин, то кто? Россияне так и думают. Поэтому альтернативы нет. Получается, все эти кандидаты в президенты, одни и те же, Жириновские, Зюгановы, все это, это как бомонд какой-то. То есть, и россияне, получается, как перед выбором, даже не стоят, потому что считают точно, как и у нас, говорю, когда-то было с Лукашенко. А кто, если не Лукашенко? Точно так и там. Кто, если не Путин? Но, в принципе, это и сейчас есть. А как ты скажешь, тебе, ай, то есть, вот ты как в интернете, может, на каких-то форумах общался, там, с россиянами, может быть, с сторонниками Навального, то есть, какие они реально данные дают? Да, я думаю, нет ни у кого никаких реальных данных. То есть, думаешь, как и у нас, разогнали всю контору, то есть, даже узнать приблизительно его рейтинг нельзя. Но, я думаю, сейчас с 14-м годом не сравнить, все-таки в 14-м году там было реальное помешательство, просто бог там, вождь и все такое. Ну, я же говорю, да, сейчас они немножко уже пыл остудился, потому что люди понимают, к чему ведет такая вот политика, да, они платят за войну в Донбассе, в Сирии, за Крым платят, и собственного кармана. Поэтому холодильник немножко, как бы, уравновешивает, да, вот как-то картину вообще мира и Путина в нем, как бы, обычного россиянина. Вот, поэтому, ну, где-то спало, да, но, вот как сказал ВАЗ, по реальной альтернативе люди не видят. Ну, кто, Навальный, ну, не знаю, он, может, как один из гражданских лидеров, да, он личность, в принципе, сильная и влиятельная. Но, как президент, я не думаю, что кто-то его всерьез рассматривает, ну, кроме школьников. В общем, как всегда, такой пример, что холодильник уравновешивает телевизор в очередной раз. Война бытовой технической политики. Ну, все равно все к этому приходят. Все равно рано или поздно тебе нужно оторваться от телека и прийти, что-нибудь поесть. Это когда смотришь, что ты уже немножко меньше себе можешь позволить, например, в сравнении, там, с 10-м годом, с серединой нулевых. Ну, конечно, люди задумываются, куда эти деньги уходят, почему так получается. Поэтому я знаю, что популярно сейчас становится такая точка зрения, что зачем нам кормить эти, там, бывшие советские республики, да. Зачем нам, там, тот же Крым, ну, как бы понимают, да, но все равно немножко, как уже такой отходят, да, от эфирии. Вот. Ну, люди задумываются, но, опять же, я не думаю, что это будет иметь такой эффект, что нафиг нам Путин. Вот. Все равно альтернатив нет. Да, дела, конечно, не самые хорошие. Ну, если бы я, например, был россиянином, то, конечно, я бы задал много вопросов власти по поводу того, что, а зачем кормить вот этих союзников, которые на самом деле не союзники. Та же Беларусь и Казахстан, но мы видим, что они не являются никакими союзниками России, по сути дела. То есть, они и торгуют, и против России, то есть, нарушают соглашения и, в общем, просто выкачивают деньги со слабого государства, то есть, в таком плане, что их подкармливают и все, но они в любой момент отошли. Просто Запад не проявляет никакой инициативы, чтобы переймонить. Ну, вот смотри, все равно в Ютубе вот часто проскакивают, может, ты тоже заметил, СССР жив, СССР не развалился, все это фейк там. Да, Майкл Джексон тоже жив, и Элфис жив. Да, то есть, все равно на всякий случай продвигают такую идею, как бы, кто-то продвигает, и очень много таких людей, вот они в Ютубах сидят и пишут эту ерунду. То ли это боты, то ли, ну не знаю, на всякий случай, как бы, такую версию они рассматривают, наверное, соединение СССР. Но говорю, без Украины у них 100% ничего не получится. Да, я вот об этом тоже уже говорил много раз, и таким людям, вот как ДТВ, например, что у России бы все получилось, если бы она занималась внутренней политикой, а не внешней. То есть, у них есть ресурсы, у них есть земля, у них есть вообще все. Они бы, если бы реально стали тратить деньги на улучшение хозяйства, то есть экономики, к ним бы потянулись. Почему все хотят так вступить в ЕС? Потому что там комфортный уровень жизни, то есть, там высокие зарплаты, там соблюдаются законы, а в России они не работают, там нет гражданского общества. Поэтому, когда какие-нибудь люди, типа там, может, Аликса, не знаю, или ДТВ, такие, ну, ватники, но еще более-менее умеренные, они говорят, вот мы присоединимся к России, это будет лучше. Ну, извините, ребята, Россия гражданское общество у нас не построит по простой причине, его нет в самой России, и они будут не заинтересованы никак. Тот же самый пример и с Новороссией, то есть, кто-то надеялся, что создастся какая-то народная республика, и там будет какая-то народная демократия, и все такое, ну, ни хрена. Потому что, если бы там действительно удалось забрать имущество у олигархов и установить какую-то попытку народовластия реального, то это был бы большой прецедент. Вот в самой крупной России заговорили бы, что давайте возьмем на вооружение, а в России-то правят олигархи, им это, конечно, невыгодно, поэтому все это глупости, мне кажется. Все это просто попытки обмануть людей, и на Востоке нам ловить нечего, ни в экономическом плане, ни в политическом. Ну, вообще, вот это, типа, СССР до сих пор существует, я не знаю, кто такие мифы теряжирует, кто вкладывает людям в голову, что паспорт белорусский какой-то недействительный, да, и что российский недействительный, ну, и так далее, вот все эти бредни, да. Я, кстати, не знаю толком, откуда ветер дует, но похоже просто на какую-то очередную теорию заговора. И, кстати, вот видел сегодня такой комментарий под роликом Марата Ницкого, кто-то написал, что, возможно, боты эти, пригожинские работают, вот, раздувают всю вот эту вот, какой-то психоз, коллектив. Да. То есть, оттуда, я думаю, из Кремля дует ветер по поводу сталинизма. То есть, вот сейчас, в последние, ну, 10, там, лет точно возрождается активная пропаганда идет сталинизма. Лично мое мнение, откуда и почему это идет, состоит в том, что мы видим, экономическое положение ухудшается. То есть, экономики и вот эти страны СНГ, они в основном сырьевые, то есть, ну, вот Россия тоже, да. Ну, можно сказать, Казахстан, но там нет, все-таки именно Россия. Сырье подешевело, соответственно, уровень жизни падает, и они не могут обеспечить нормальный уровень жизни для населения. Соответственно, население перестает верить пропаганде. И оно становится более восприимчивым к идеям извне, то есть, к Западу, прислушивается к тем активистам, которые говорят про гражданское общество. Это очень опасно для кремльевских вот этих диктаторов и других постсоветских тоже. То есть, они понимают, что могут не удержать власть. И очень неплохой вариант для них, тем более там совки сидят в России, в той же ГБшные всякие правят круги и постсоветские бывшие коммуняки, да и у нас тоже. Они видят неплохой вариант в том, чтобы, так сказать, вернуть тоталитарный режим. Но напрямую они, мне кажется, сделать этого не могут, потому что боятся, опасаются. Потому что может произойти, так сказать, связь внутренних, так сказать, сил, которые не хотят этого народа, большой части, который будет протестовать, и Запада, который тоже направлен против России, да. То есть, они могут объединиться и вместе свалить вот эти диктатуры. Поэтому напрямую установить они боятся. Они делают потихоньку, медленно-медленно, по шажку. Но сейчас им надо резко ускорить темп, чтобы не потерять власть. И поэтому они предлагают такой добровольный вариант. Смотрите, а при Сталине-то хорошо было жить. А давайте вернем опять сталинизм. Ну, это такое счастливое время прекрасное. Чтоб народ сам захотел внушить ему, не навязать, а именно чтоб народ сам захотел и сам попросил, так сказать, чтобы ему хомут надели на шею. Вот в чем суть, мне кажется. Ну, вот этот как бы сталинизм, да, который сейчас тиражируется, вот, он тоже служит оправданием закручивания гая. То есть, мол, посмотрите, вот, вам же нравится Сталин, да, по вопросам он, ну, чуть ли не главный политический деятель за всю эту историю, а может и главный, да. И вот, посмотрите, ну, он же нравится, вы же голосуете, вот, он же там порядок навел и так далее. Ну, значит, что мы будем двигаться таким же курсом. Поэтому, ну, как бы опять же, ничего нового. Да, по сути, то, о чем я и говорил. Ну, так вот, возвращаясь к первому мифу, и так, какой мы вынесем вердикт? Я думаю, что справедливо вполне. То есть, действительно, огромное количество людей, не только быдло, но и просто таких, так сказать, людей, которые любят вот такую жесткую, такую внешнюю политику, особенно, жесточайшую, авторитарного лидера. Понимаете, как, у нас сейчас очень большое количество людей таких пассивных, как говорят, чарочно-шкварочных, вот, как в Беларуси, которые не любят принимать какую-то ответственность для себя. То есть, они любят, чтобы был вождь, на которого можно возложить всю вину. Вот, ты хреново живешь, почему? Не потому, что ты там ничего не делаешь, не потому, что ты там ничего не умеешь, не хочешь как-то развиваться, а просто, ну, что, государство плохое, президент плохой, Лукашенко, да, там, плохой. Ну, да, отчасти оно так, но и самому, как говорится, надо не плашать, тоже что-то пытаться делать. А люди просто хотят, чтобы им дали хлеба, зрелищ, по 500 и все, поэтому им нужен вождь, им это гораздо лучше. Им не нужна свобода, они не знают просто, что с ней делать, рабы. Поэтому, да. Это постсоветское общество, правильно? У людей никогда и не было опыта принятия решений, например, опыта какой-то жизнедемократической системы. Тем более, они этого не добивались, да. Та же, тоже переход к демократии в Советском Союзе, он был спровоцирован и падением уровня жизни в Советском Союзе, и внешними какими-то факторами, и то, что окраины, да, национальные, они уже устали. Вот, то есть, ну, в основном это все, как бы, развалила элита. Конечно, при, может быть, какой-то недовольстве, да, общества, сложившейся системой, но в большей степени это было, как бы, решение коллективная элита Советского Союза. Вот, и люди просто очутились, как бы, в новой реальности. Поэтому вот у нас с 91 по 94 год была демократия, да, но никто, по сути, даже и не понял, что это такое. Все захотели опять Советский Союз, крепкую руку, сильную и так далее, и тому подобное. То есть, люди, во-первых, не добивались этой демократии, а во-вторых, просто даже не успели понять. Они жили, сколько там, 70-80 лет в Советской Системе, да, а до этого деды и прадеды жили в Царской Системе. Да, людей дрессировали. Да, поэтому абсолютно неудивительно, что у нас население такое достаточно аполитичное, такое аморфное, ничем не хочет, вот, ждет, что за них все решают. Потому что культуры, как таковой политической, нет, вот, на бытовом уровне, да, на уровне обычных людей. Вот, поэтому вообще уделяться, как бы, нечего. Да, людям навязывали, а тем, особенно вот в сталинские времена и 20-е годы, до этого еще тоже, навязывали. Тем, кто возникал, тех расстреливали, уничтожали, то есть всех активных людей. Всех пытались превратить именно в инструменты. То есть, как говорится, сиди тихо, выполняй, что тебе скажут сверху, и никакой инициативы, которая бы не согласовалась с руководством, не проявляй. То есть, все должны быть, как муравьи, что ли. Ну да, партия все за всех решит. А теперь, когда людям дали свободу, они просто не знали, что с ней делать, как ее использовать. Хорошо, тогда первый миф мы на нем закончим. В принципе, мы отметим, что да, так оно действительно и есть, миф подтвердился. Так, второй миф насчет дорог. Дорог в России практически нет, а те, что есть, в ужасном состоянии. Так, что об этом можете сказать? Вот бывали ли в России, то есть... А кто в России был в последнее время? Я был один в Москве. Я в 99-м году последний раз был, поэтому ничего не могу сказать. Хотя у меня супруга ездила в Питер, ну, года два или три назад. Ну, как она рассказывала, дорога была ужасная. И, в принципе, вот если у нас по Беларуси едешь, ну, грубо говоря, обочины чистые, ну, все ухожено, то там просто завал мусора. На стоянках вообще там ступить негде. Ну, а так как уже само дорожное покрытие, без понятия, как оно там сейчас. Ну, говорят, насколько я слышал. То есть коммунальные службы там, ну, не работают абсолютно. То есть убирать там никто ничего не убирает, а уже там как дорожная служба, то не знаю. Насколько я слышал, насколько читал комментарии на форумах, то есть, что люди говорят. Трассы, федеральные трассы, то есть очень крупные, там все нормально. Там дорогу сделали в последние годы очень хорошую, ровную. То есть, ну, как у нас, может, даже где-то лучше, чуть-чуть хуже. А вот дороги именно такие поменьше, которые, и те особенно, которые находятся за Уралом там. То есть подальше уже от европейской части России. Там все очень хреново, говорят. Ну, как бы там, получается, за Уралом, наверное, труднодоступные места, население, наверное, где-то там небольшое, в каких-то деревушках. И получается, как я смотрел ролик, 300 километров дороги ложить ради какой-то деревни, они не считают нужным. Поэтому, скорее всего, на таком уровне все и останется. Да, тут проблема, я считаю, еще так же в том, что вот очень многие винят плохие дороги, то есть это одна из главных проблем. Но надо понимать, что у России очень-очень-очень большая территория, и сделать там меняемые дороги достаточно сложно везде, потому что это будет просто очень дорого. Возможно, проще было бы, допустим, где-то в железную дорогу кинуть. Не знаю, насколько это выгоднее, невыгоднее, но, по крайней мере, за ней меньше надо смотреть. Ну, бог его знает. Это так, да, из-за территории, тем более погодные условия, вот эти вот, климат. Возможно, где-то это на самом деле просто не... Ну, это что за Уралом, а в европейской части, не знаю, это ролики надо мониторить, смотреть, что там люди выкладывают. Что думаешь тебе, айты, на эту тему? Ну, как бы, про российские дороги там реально мифы и легенды приходят, да. Вот, но я согласен с тобой, что я тоже читал комментарии россиян, и они действительно пишут, что в последнее время федеральные трассы приводят в порядок. Вот, наверное, правительство услышало, и тоже пытаются как-то этот миф немножко развенчать. Вот, он в Бендер-Вегас пишет вообще получше, чем у нас дороги, ну, я так не думаю, на самом деле. Ну, он-то в Москве находится, там, где Москва, Московская область, там, наверное, все, да, шикарно, лучше, чем у нас. Ну, в том-то и дело, да. Ну, Россия, да, она большая. Россия, это и Калининград, это и Владивосток, и Чукотка, и какие-нибудь там Курильские острова, и глубинная Россия, там, всякое, все, что угодно есть. Самые разные тебе условия климатические, и вообще, есть, то есть, места, очень мало населенные в Сибири, там, то есть, ну, тратить огромные средства на то, чтобы там постоянно обновлять дорогу, до туда и добраться бывает сложно. Поэтому тут, конечно, да, серьезные проблемы. Я думаю, зависит от того... Я написал, она сказала, что будет попозже, может быть... Попозже у нее там, да, стрим, ну, потом ей вопрос будет задать. Да, что она об этом скажет, ну, я говорю, что, так думаю, все зависит конкретно от места, то есть, и у нас тоже есть места, где дорога плохая, то есть, ну, принято считать Беларусь, там, хорошие дороги, отличные, но я думаю, что и у нас, если постараться, можно найти места, где дороги, не то, чтобы убитые, но такие, не особо качественные, но трассы, да, хорошие, нормальные. Особенно где-то, в общем, ну, на периферии, там, где деревня, например, съезжаешь просто с трастом, и, ну, до деревни даже проехать, да, там, не знаю, километра, два-полтора дороги не очень уже. Поэтому, я думаю, ну, как и везде, в принципе, на постсоветском пространстве, то есть, марафетно ведут, там, какие-то главные трассы, дома там побелят, да, вот, все, чтобы это было видно, а где-то там, ну, уже и смотреть не будут. Проблема, когда, например, на эту тему разговариваешь с нашими людьми в том, что большинство-то наших, они же ездят в Москву только, и вообще у большинства белорусов представление о России, это представление о Москве, а это ложное представление, потому что Москва это вообще отдельное государство, как некоторые говорят, к остальной России, имеющей мало какое отношение, то есть, мало чего общего. Ну, да, Москва это такой своего рода аккумулятор капитала, поэтому там, конечно, все будет круто. Часто этот сити построили, вот, который прям смотрится как, ну, круто, да, особенно для нас, белорусов, где у нас тут в Минске, например, даже все так, ну, довольно-таки низко, вот. Ну, это Москва, что сказать. Опять же, выкинулись и было бы по-другому. Тогда вернемся, а перейдем тогда к следующему мифу, к третьему, насчет ФСБ. То есть, мы знаем, как у нас подавляется многомыслие, то есть, как работает наша МВД, КГБ, то есть, беспредел везде. Вот про ФСБ тоже ходят огромные мифы, я смотрел много всякой информации, то есть, ФСБ свирепствует повсюду, сажают за лайки, репосты и так далее, то есть, устраивают всякие провокации. И тут, не знаю, хотелось бы, конечно, послушать мнение россиян, особенно оппозиционных, то есть, кто вовлечен в жизнь, в борьбу с властью, чтобы они сказали. Но я знаю в сети много видео по поводу того, как расправляются с экстремистами, то есть, теми, кого считают экстремистами на Кавказе, там, с татарами в Татарстане, то есть, ну, националистами татарскими. С русскими националистами, вообще с любыми людьми, то есть, подводят под статью запросто, вот, сделали это, 282-я, по-моему, статья, там, за экстремизм, за разжигание межнациональной розни, то есть, что-то Зигу где-нибудь кинул, что-то, там, сказал что-нибудь не то про евреев, или, там, чересчур ты ярый националист, все это можно при желании под нацизм подвести и под 282-ю статью. Вот Тесака посадили, за что? Официально считается, как бы он там какие-то комментарии дал по поводу фильма, какого-то фильма, Сталинград вроде, или что, я уж точно даже не помню. Но считается, конечно, неофициальная версия, что это все-таки из-за того, что он наехал на бывшего главу службы судебных приставов Московской области, которого он поймал в своем шоу «Окупай педофиляй», то есть, ловили педофила на маленького мальчика, и явился тут бывший начальник службы приставов. Ну, естественно, его застали врасплох, там, унизили, он ничего не мог сделать, но потом, возможно, отомстил. То есть, ну, тут можно только гадать. Тесаку сначала 5 лет дали, его вывезли с Кубы, он туда сбежал, а потом еще не так давно сказали, что, по-моему, еще 10 лет дали. Короче, все. О нем уже забыли вообще, что такой был большинство людей. То есть, сначала это выглядело просто как, ну, посадили там, может, через 3 года выпустят, а вот нифига, закрыли конкретно. Да и других, вот Демушкина закрыли тоже, как-то я слышал, вроде, в начале года или когда, то есть, их там держат строго под контролем. И Навальнят тоже даже. То есть, самого Навального, как ни странно, его не закрывают. То есть, у него хорошая поддержка. Он говорит такое, то есть, за что могли бы уже давно посадить, не то, что у нас, да и в России, в той же, например, вот он говорит там про Путина, что он якобы вор, то есть, ну, так. В утвердительной только форме. Напрямую, то есть, вот вор и все. Не приводя, то есть, каких-то доказательств. Ну, все это понимают, но ты же знаешь, что такие вещи тут можно в суд подать. То есть, если ты говоришь вор, докажи, покажи доказательства, что он украл, где он украл. Ну, естественно, ничего нет. У нас бы за такое уже точно, там, за оскорбление президента посадили бы, там, за клевету, а там тишина. Навального никто не привлекает. Усманов его привлек за клевету, когда он его обвинил в изнасиловании. Это да. А вот Путин не реагирует. То есть, Навальный, у него судимость еще была не снятая, тем не менее, вот он участвовал, административки получал. И его потом выпустили из страны на лечение в Испанию в прошлом году, вот, когда он там протестовал весной. Ему в глаз зеленкой, когда плеснули. И ничего нормально. То есть, ну, такие вещи. Кого надо, закрывают вообще без всякого повода. Вот известный случай, когда, значит, оппозиционно настроенных, там, за Навального, они вроде как каких-то там подростков, такие лет 18, там, 20, не больше. К ним КГБшник подсел, так сказать. Их вынудил, ну, как сказать, убедил, чтобы они создали именно формальную организацию, то есть, с уставом, со всем. Они собирались где-то в кафе, там обсуждали политику. Все это, естественно, он мониторил, записывал. Короче, подвел их под статью, что это экстремистская организация. И вот сейчас в СИЗО они сидят, то есть, им грозит там по несколько лет тюрьмы. Такие вот дела. Все серьезно там. Ну да, я слышал эту историю про каких-то подростков. У нас тут тоже, как бы... Да, наверное, закрыть надо было кому-то. То, что у нас в этом плане не лучше, как минимум, а по... Ну, я вот даже не знаю, похуже или так же самое, вот я не знаю. Ну, конечно, хотелось бы услышать, вот жаль, никто не пришел из россиян, конкретно таких оппозиционных, чтобы вот послушать их мнение, вот что реально, как они живут. То есть, ну, все знают, все слышали, то есть, это такой штамп, знаете, все знают, все слышали, все известно, все ясно, но ничего никому не ясно. То есть, как оно там реально? Вот, например, я сколько уже всяких постов делаю, и лайки ставлю, и репосты. То есть, мы вот обсуждаем такие видео всякие, выпускаем, ну, как бы, никаких претензий, никаких проблем ни у кого нет. И в России, смотрю, тоже многие делают, что хотят, и нормально. Мальцев, вон, сколько занимался откровенным экстремизмом. Его никто не закрыл, пока уже не стали говорить, то есть, намекать, типа, а как вот такое, что может быть вообще, что можно вот такое говорить, там, взрывать, убивать, там, захватывать власть силой, и за это ничего не будет. Вот тогда его попытались здесь. Пока народ выпускает пар, сидя в музыкопьютерах, да, не трогают. Только намечается какая-то акция на улице, тогда уже, конечно, будет принимать более жестокие меры. Вот, а так, ну, что вы там, пишите в своих интернетах и пишите, как Лукашенко говорил, да, не знаю, хоть там отпишись. Ну, проблема тут в том, что именно вот говорят, что за лайки и за репосты, то есть, то, что реально... Ну, я думаю, это точечные такие показательные аресты, да, и посадки, просто чтобы немножко, может быть, сбить, вот, накал страстей, да, в обществе, что, типа, можно все в интернете. Ну, не все можно. Одного посадили, второго, там, опять же, погудели немножко, но, как бы, приняли к сведению. Потому что, опять же, всех ты не пересажаешь за лайки и репосты. Там, в том же ВК, на Ютубе очень много людей, блогеров, да, высказывают свое мнение, но, опять же, как ты говоришь, никто не трогает. То есть, это такие точечные показательные аресты. Да, кстати говоря, в этом плане, я думаю, Россия не особо как-то пока вот выделяется. В Украине тоже такие точечные акции проходят, то есть, журналистов там задерживают, всяких людей, которые... Кто-то, как говорится, и не такое говорит, им ничего, а кто-то что-то написал, его раз и задерживает. То есть, вот, Вадима, жаль, нет, он сейчас не зашел, так он вроде собирался, все, но тоже не пришел чего-то. Так бы вот его спросить по этому поводу, потому что, ну, ты знаешь, что уже об этом в Украине такие точечные меры тоже принимались. Про тем, кто на Порошенко гонит особенно. Ну, конечно, да. Бендер Вегас пишет, я тут отходил, я ничего не пропустил. Ну, это как сказать. Потом в повторе посмотришь, пропустил ли или что. Так, ладно, тогда, в принципе, вопрос такой спорный, и вот, не имея конкретного мнения россиян оппозиционных, тут я бы сказал, ну, лично вот мое мнение по этому мифу, что оно не особо выдается, то есть, из общей канвы других диктаторских государств, типа Беларуси, у нас то же самое. Кого-то, как бы, ни за что, вот, например, обыск у них-то, ну, вот, нафига надо было в него общий обыск, он, что террорист, экстремист, он призывал к свержению власти, или к чему-то такому. Взяли, провели обыск, почему? Ну, потому что, ну, потому что, да, потому что сигнал, нужно дать сигнал, что... Да, большое влияние. Вы говорите, говорите, но, типа, не заговоритесь, есть определенный предел, вот, а то понасмотритесь, там, всяких, нефть каких-то, да, и начнете создавать свои каналы, а нет, вот, нельзя. А, кстати, получилось все наоборот. После того, как с них-то вот это сделали, обыск, да, вот, после этого стал гораздо более жестче, по-моему, критиковать власть, чем до этого. Ну, не скажи, потому что он критикует власть уже из Польши. Там, где он учится, там он критикует. До этого же... Так это тоже сигнал считывается просто, вот ты, как бы, будешь говорить, да, а потом ты сюда попадешь, там, к твоим родителям придут, да, обыски сделают, конфискуют твою технику, тебе придется выезжать, либо, там, тебя поставят на какой-нибудь, не знаю, учет, и так далее. Ну, видишь, что-то видит прекрасно. Поэтому тут, с одной стороны, да, никто стал более немного такой, как бы, ну, не знаю, не радикальный, да, но ощетинился, да, немного. Вот, но, с другой стороны, опять же, сигнал есть. Народ смотрит и видит. Вот. Кстати, вот интересно, что сила справедливости, что с ним стало. Вот никто не знает. И в этом одна из причин, которые, я говорю, проблем анонимности. То есть, вот некоторые считают, что если ты, там, к примеру, будешь скрываться, то есть, там, голос изменять, к примеру, скрывать лицо, то это как-то поможет тебе спрятаться. То есть, нифига, от КГБ это не поможет спрятаться, от МВД. Тебя найдут. Это поможет спрятаться только от каких-нибудь ватников, то есть, чтобы тебя не узнавали, там, не знаю, разъяренные ватаны и какие-нибудь, там, поклонницы упоротые. То есть, ну, это если блок большой. Но больше ни от кого это не спасет. Поэтому я говорю, что публичность гораздо более, мне кажется, выгодной. То есть, если тебя знают в лицо, это гораздо лучше. Потому что в таком случае ты можешь, как сила справедливости, просто исчезнуть, никто даже не узнает, что с тобой стало и как. Потому что тебя никто не знает вообще. Как ты даже выглядишь, никто не знает. Ты нигде не светишься, ни на каких мероприятиях. То есть, даже если посещаешь, но ты не светишься, потому что ты аноним. Тебя никто не знает. Вот ты был, например, на протесте на каком-то, или ты не был, и все. А когда ты от своего имени, то есть, как-то действуешь вот так, что вот знают, что ты это вот, вот это вот, тот-то человек-то, да-да. Поэтому тут, я думаю, все-таки надо действовать публично. Ну, конечно, проще поднять какой-то даже шумик, что Смитом напишут, заступятся. Да, опять-таки, тот же нехто. Как митингуют. Или даже вот блогер Виталий Манько. Сейчас его задержали, я смотрел, читал по нему. Его же вменяют, значит, по-моему, там не то мошенничество, не то там что-то незаконное предпринимательство. Короче, пирамиду. Его хотят сделать, на него повесить создание финансовой пирамиды. То есть, что он создал финансовую пирамиду. Хотя он утверждает и жена его, что они просто участники. То есть, в какой-то пирамиде там участвуют. Кому-то конкретно, какому-то чиновнику по дорогу перешел. Так что значит какому? Он всем перешел в своем районе, там, в Калининском. То есть, он местный блогер, он снимал конкретно на социальные темы. Поэтому это такой, понимаешь, вопрос. Социальные темы, с одной стороны, очень хороши. На них, так сказать, можно заслужить большое уважение, авторитет. Но нужно быть готовым. То есть, если канал очень маленький, у Италия Манько 8 с чем-то тысяч подписчиков. То есть, если канал очень маленький, если у тебя нет технических средств и связей никаких, то лучше в это не лезть. Я это понимаю, я это понял, когда я был на Якуба Колоса. То есть, когда было вот это задержание. То есть, людей, когда некоторых задерживали, журналисты сразу толпой бежали. Я не мог даже близко подойти, чтобы что-то снять, там, посмотреть. То есть, огромная толпа, их снимали. Но когда брали ни своих, ни из тусовки, это вообще никому было неинтересно. То есть, ну, никто не подходил, там, не снимали. Или, может быть, Виала вначале снимали. А потом все вообще. То есть, если ты не в тусовке, если тебя никто не знает, если ты не свой, если ты чужой, тебя никто не будет, там, прикрывать и защищать. Ну, ты должен быть связан с какой-то партией, с организацией. Или ты просто должен быть публичным человеком. Иначе, никому дела не будет. То есть, ну, взяли, подумаешь и выпутывайся, типа, сам. Поэтому надо быть готовым технически. То есть, стримить, например, не на карту памяти записывать видео только. А в облако, то есть, записывать или куда-то в YouTube в прямом эфире, чтобы записать произвол, то есть, беспредел сотрудников милиции, там, КГБ или еще кого-нибудь. Потому что так у тебя просто заберут флешку, камеру разобьют или что-нибудь еще и все. И надо записывать звук. То есть, посмотри, как действует там народный репортер, Филиппович. То есть, они технически хорошо оснащены. Если у них конфискуют оборудование, они имеют возможность новые купить. То есть, это, ну, очень серьезное дело. Просто так ты не сможешь этим заняться. То есть, тебя очень быстро пресекут. Ну, и так, какой вердикт мы выносим этому мифу? Я думаю, что в России, вот, Бендер Вегас писал, типа, там свободы побольше, чем у нас. Ну, не совсем. Я думаю, там экономической свободы немножко больше, чем у нас. То есть, там проще с работой, вот, с тем, особенно в крупных городах. То есть, у нас все это формализовано. Вот такой совок, такое совчело формальное, так все сделано. То есть, ты должен там бумажку показать, какую-то книжку, там все вот так. А так, чтобы просто по-человечески там подойти, вот, надо это сделать, то, все, пошел. И так вот нет. То есть, там можно подработать, заработать. А у нас с этим все гораздо хуже. Все именно забюрократизировано. И все пытаются контролировать. Из-за этого большие проблемы возникают. Ну, и, конечно, экономика такая тут сжимается сейчас за счет кризиса. Все очень плохо. Так, почитаю сейчас чат. Перед четвертым вопросом. Так. Я завтра у брата спрошу, если согласится, то с себя бутылка. А кто там пишет? Про европейцев? А, это Бендер Вегас пишет про европейцев. Что он спросит? Типа, он в Европе, да, Бендер Вегас живет, твой брат? Так, бутылка с тебя, Бендер Вегас, потому что каналу нужна поддержка, и мы это все, кстати, делаем для тебя, поэтому не гоже как бы с нас еще что-то брать. Так, Георгас пишет. Наша КГБ давно уже использует технику по перехвату всех мобильных переговоров и их расшифровку. Поэтому такой херней, как запрет телеграма, не занимается. Ну, не знаю, нормальные люди как бы по телефону не будут особо ничего говорить. И тут тоже, да, все же хитро продумано. То есть, телефоны прослушиваются, все это сохраняется, там логи провайдеров всегда на готове. А если у тебя есть такое средство, которое, например, шифрует данные, то тебя могут привлечь. То есть, я знаю, вот, кстати говоря, в России я смотрел видео, чувак заказал обычный телефон Xiaomi там какой-то, и его на таможне задержали. И он два месяца бился с ними, то есть пытался доказать, что это не спецсредство, то есть оно шифрование никакое там не выполняет. Они придрались к тому, что, типа, там шифрованный какой-то протокол можно включать или что-то такое. А он говорит, да все покупают, блин, все покупают. Че, экральней, что ли? Ну и удалось ему как бы протащить это. Но так практически мог бы попасть под статью. Что, ладно, тогда переходим к четвертому мифу. Навальный. Навальный просто раскрученная фигура, или его реально поддерживает подавляющее большинство оппозиционно настроенных людей? Кто что думает? Ну, как бы опять, мы не знаем. Потому что опросов никто не проводит, население никто не спрашивает, как это относится к такому или другому политику. Просто можно посмотреть по тем же комментариям в интернетах. Кто-то за, кто-то даже пламенный последователь Навального, кто-то против, считает его агентом Кремля, например. И существуют и такие мнения. Не безосновательные, кстати. Ну, конечно, да. Вот ты сам же говоришь, что он свободно свою деятельность ведет в России. Вот если бы он уже реально представлял какую-то угрозу режиму, то его давно бы уже закрыли, либо убрали, как Немцова. И как он развел себя в 2012 году? То есть, как он развел своих людей? Да, так вот, поэтому я говорю, посмотреть на Немцова, да. Вот это действительно оппозиционный политик. Он писал вот эти вот доклады. Путин война, по-моему, готовил, перед тем, как его убрали. А Навальный, он больше лидер какой-то гражданский. Но я не могу его воспринимать как политика, потому что он популист. Он говорит какие-то общие вещи, но конкретики очень мало. Да, он вроде правильно говорит, вроде разбирается, понимает, как там система работает и так далее. Но это какие-то общие вещи. То есть, он, как мне кажется, больше такой работает на просвещение людей. Но, конечно, политиком такого масштаба, даже как Немцов, он никогда не станет. Ну, как бы выдавливают таких людей сразу. Выдавливают из страны, либо убивают, выбирают и так далее. Да, это как бы понятно. Вот что вас бы ты думаешь по поводу этого? Ну, если смотреть оппозиционных блогеров России, то как бы Навального они не поддерживают. То есть, к нему у них такое отношение бездоверия. А так я даже не знаю, что сказать. Россияне уже должны сами высказаться, что они там думают по поводу Навального. Тогда, тут видишь, в чем еще проблема. В 2012 году, то есть, когда были протесты на Болотной, то же самое Навальный, вот тогда он сильно очень зашкварился. То есть, после этого там были серьезные репрессии по отношению к тем, кто действительно боролся. Даже там Левый, вот тот же Удальцов, то есть, он сел на три года. Но он реально там дрался с полицией. Другие тоже еще люди. А Навальный, насколько я знаю, вошел в правление, как-то в Совет Директоров Аэрофлота, кажется. То есть, ну, такой человек, как говорится, ну, считать его реальной оппозицией. Я думаю, он выражает мнение определенной части кремлевской элиты, то есть, которая хочет найти какую-то альтернативу Путину и, так сказать, более лояльного. Ну, возможно, он для отвлечения просто. Кого-то более лояльного к Западу поставить. Посмотрите, мол, у нас вот есть демократия, у нас тоже есть такие лидеры, как бы, ну, однозначно сказать ничего нельзя. Далеко не всем нравится, то есть, та политика, которую ведет Путин, например, жесткой конфронтации с Западом по поводу там Сирии, Украины, то есть, санкции эти, они не нравятся олигархам. Другой вопрос, что олигархи многие не могут ничего сделать, потому что, ну, КГБ крепко держит власть, так сказать, и Путин со своим окружением ближайшим. Они не всех, я думаю, устраивают. Так, в чате вот Бендер Вегас пишет, Лукашенко тоже вами показывает, что будет, если вы придете к власти. Пример соседней страны. Он вас как пугалочку использует, и многие смотрят и кивают гривой в стиле, а бы не было войны. И что плохого? То есть, мы, например, рассказываем людям, показываем, то есть, здравую точку зрения, рассказываем о гражданском обществе. То есть, не знаю, кто этого может бояться, только коррумпированные чиновники, всякая шваль. Ну, я думаю, Бендер Вегас говорит, вас это типа змогаров, да. Но я хочу сказать Бендер Вегасу, что здесь змогаров таковых нету, да. Но это понятие очень разбытое. То есть, змогары – это борцы за права там, за свои. Здесь в основном люди, которые придерживаются таких демократических взглядов на государственное устройство и за развитие гражданского общества. То есть, все обычные люди. Тут нет каких-то, не знаю, ультраправых, ультралевых взглядов. Но левых взглядов вообще почти нет. Да, все абсолютно нормальные. Бендер Вегас, он, видимо, плохо представляет себе суть нашего канала вообще, что это за канал и чем он занимается. Возможно, в его представлении тут канал пытается так людей вывести, то есть, на площадь там свергать Лукашенко. Хотя мы никогда не призывали никого свергать Лукашенко. Потому что я, например, не раз говорил о том, что свержение Лукашенко, ну, оно ни к чему не приведет конкретно, то есть, к каким-то переменам. Пока общество, то есть, в обществе рабское мышление, то такой правитель его вполне устраивает. Люди не хотят свободы, они не знают, что с ней делать. Им нужен вождь, пастух, который будет гнать их куда там надо, и все. А их дело маленькое. Главное, чтобы платили хорошо, чтобы жрать там, как говорится, и не было войны, да и все. И пока вот этот менталитет не изменится, ничего хорошего здесь и быть не может. То есть, о чем может быть речь? Важно, то есть, понимать, для чего нужно гражданское общество. То есть, смотрите. В тех странах, в развитых, там не только лучший уровень жизни, это скорее вторичное. Главное, отношение народа, то есть, к происходящему. Отношение народа к власти вообще другое. В Европе принято другое отношение вообще к власти, чем в Азии, например. То есть, вот это вот, начиная с монгольской орды, система вот эта жесткая, тоталитарная, которая в России установилась, то есть, в Российской империи, там, да, в Московском царстве, потом и в Совке. О том, что правитель, это вот такой батька, такой отец, который отвечает за все. И все, как говорится, зависит от его воли. А в Европе, то есть, там другое отношение к власти. Там общество выбирает лидера, то есть, того, кого они считают наиболее, так сказать, пригодным, наиболее приспособленным. И общество отвечает за лидера, то есть, за поступки, что он делает. Если не нравится, то они, так сказать, другого лидера устанавливают. То есть, общество как бы само устанавливает себе лидера, которого они хотят видеть, то есть, чтобы он максимально вел их, так сказать, к достижению общих целей. И тут принципиально разный подход. То есть, тоталитарные системы такие, они пытаются строить жесткую вертикаль. То есть, что? Вождь, партия, либо какая-то хунта, которая управляет страной, она старается, ну, как и всегда, установить максимально жесткий контроль над всем. То есть, чтобы приказы отдавались максимально четко, то есть, от вождя и до последнего дворника. То есть, чтобы руководитель мог отдавать приказы, которые будут выполняться как можно быстрее, как можно более четко. То есть, буквально, вот как говорится, руководить всем, все держать под контролем. А гражданское общество предполагает более развитие горизонтальных связей. То есть, когда люди обращаются друг к другу, то есть, когда они действуют в такой горизонтальной плоскости. Потому что вертикальный, то есть, например, если тебе что-то надо, ты обращаешься, вертикально действует как в одну, так в другую сторону. Ты обращаешься к какому-то начальнику, к какому-то руководителю, то есть, наместнику правителя, который в твоем регионе действует по какому-то вопросу. Если он не в компетенции что-то выполнить, то он передает твое дело более высокую инстанцию. И так все буквально до самого верха. То есть, если дело не очень важное, то оно решается на более низком уровне. Если более важное, то на более высоком. То есть, все действует по принципу ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. То есть, абсолютно вертикальная вот такая власть. Когда человек приходит к этой власти, то он уже как бы испытывает унижение, потому что он просит, он там обращается к какому-то верховному, великому, кто облечен властью, так сказать. А система горизонтальных связей действует по-другому. То есть, если что-то надо, ты взял, вот написал в чате в каком-нибудь группе, сообщил правозащитнику какому-нибудь представителю какой-то партии, общественной организации. Это и вопрос решился. То есть, даже не обращаясь к официальным органам. То есть, каждый человек действует в зависимости от того, в чем он больше разбирается. То есть, там юристы, экономисты, различные независимые организации действуют, правозащитные и разные другие организации мониторинга. То есть, действуют партии, так сказать, клубы по территориальному, по национальному, по религиозным каким-то политическим воззрениям, которые объединяют людей. И люди, так сказать, соединяются одновременно в различных могут состоять этих клубах, кружках. То есть, все переплетается, создаются такие прочные связи. У нас этого, к сожалению, нет. Кто еще может сказать, что? Тебя, и вот расскажи что-нибудь на дорожку. По какому вопросу? Ну, вот по этому, по поводу гражданского общества. То есть, конкретно, вот что ты видишь, чего бы ты хотел, то есть, чтобы было достигнуто в Беларуси? Ну, вот я сегодня, например, смотрел ролик. Что ты говоришь про ролик там какой? Так, секунду, мне тут отойти надо было. В общем, смотрел с вами ролик, да, на Еврорадио выходит «Идея Икс» называется. Там про белорусскую национальную идею. Вот, и был такой интересный гость. Смотрел я это, Да, человек, бизнесмен, ну, как это связано с бизнесом. Вот, и о чем он говорил? О том, что, во-первых, никакой национальной идеи нам не нужно, нам нужно просто обустроить наше общество так, чтобы каждый имел возможность нормально развиваться, высказаться, участвовать в жизни общества, государства и так далее и тому подобное. То есть такая толерантность, уровень неевропейская толерантность, да, когда ты принимаешь правила игры там других, то есть ты прям становишься заложником какой-то политики или какого-то нарратива такого общественного, а когда ты сохраняешь себя, при этом вот эти какие-то принимаешь общие правила игры для всех, то есть ну такого-то рода терпимость. Я думаю, что гражданское общество, да, как совокупность организаций каких-то там, ну не знаю, там бизнес, может быть, там просто людям как-то могли бы организовываться по каким-то насущным вопросам, решать путем обращения государства и так далее, то есть чтобы каждый имел возможность опять же реализовать свое право на участие в жизни общества, государства и так далее и тому подобное, вот, то есть ну я так вижу, конечно, без радикализма, я почему вот Бендер очень часто говорит, что там против России и так далее, я, например, не против России, да, я против того, чтобы сливаться с Россией, потому что тогда мы просто не сможем как граждане, как белорусы, да, как вот нация нормально развиваться, нормально взаимодействовать с миром и просто, ну не знаю, просто жить, потому что нам придется взаимодействовать с миром через Москву, вот, никакого равноправия идти речь не сможет, потому что посмотреть на тех же татар, например, чеченцы и так далее, как они живут, вот, ну как бы, я за государство такое, для всех, чтобы не ущемлять ни чьи права, но в то же время оградить, ну сделать какое-то, какие-то правила, да, для всех, вот, ну, какой-то законы принять, поэтому, ну в данном случае демократическая система, права человека, в принципе, все, что выработала сегодня европейская какая-то политическая мысль, оно для нас является благом и ориентиром, даже тот же Маккей заявлял, что мы ориентируемся в этом смысле на Европу, конечно, на делах получается по-другому, вот, но в любом случае взор более-менее адекватных людей будет всегда обращен на Запад, потому что там культура, там цивилизация и так далее, ну вот, ну поэтому вот такие мои мысли, я как бы без радикализма, без каких-то уходов в крайности и просто как-то так, вот, чтобы, поэтому вот кто не смотрел, зайдите на Еврорадио, там интересные передачи выходит, можно как бы знакомиться, там, ну действительно интересные дискуссии, может что-то для себя подчеркнется, вот, а я уже, наверное, пойду, вот. Да, действительно, тут вопрос такой вот тебя и сказал, что по поводу того интервью на Еврорадио, когда чувак сказал о том, что нас там не надо, все это национальные интересы, все это устарело, но оно как бы, да, но дело в том, что когда, например, нет, нет, не национальные интересы, да, а национальная идея, как таковая, просто, да, я читал вот тоже лукашенковских идеологов, да, на этот счет, они роют эту тему уже, ну, наверное, лет 20 точно, вот, и ничего не могут откопать, так вот, может быть, и не нужно копать, а это придет само, вот, просто нужно организовать общество таким образом, чтобы каждый мог, ну, опять же, влиять на, как бы, ситуацию, свою жизнь, и так далее, ну, понятно, что при диктатуре это просто априори невозможно, мы будем всегда заложниками одной какой-то точки зрения, всегда будут свои, и всегда будет пятая колонна. Так вот, понимаешь, эта идея, да, когда нам не нужна, как он сказал, национальная идея, это все хорошо, но только в том случае, если рядом нет соседа, которому очень сильно нужна как раз эта национальная идея, если у тебя ее нет, то он тебя просто поглотит, и все, поэтому национальная идея нужна для того, чтобы противостоять другим враждебным различным ну так вот в том-то и дело что этой национальной идеи до либо просто к вектором развития может стать беларусь для всех вот в том что у всех представления об этом очень разные кто-то в том-то и дело люди которые не видят себя в стране в беларуси до которые вот хотят там либо с польшей до слиться либо с россией там не знаю стать 51 штатом сша и так далее ну эти люди должны будут что-то делать с этим потому что ну мы не построим тогда как любит у лукашенко говорится какой-то общий дом на если мы будем просто желать этот дом разбурить разрушить и так далее у людей то и представление об этом нет то есть у всех она разная и главная проблема в том что за 200 лет оккупации то есть беларуси здесь практически все национальные ценности были уничтожены то есть сколько восстаний было различных против этого то есть уничтожается у людей просто даже нет национального самосознания многие себя не считают беларусами от слова вообще ну я так не думаю кстати что многие не считают себя беларусами она конечно работает вот но я имею ввиду российской вот это вот западно-русская да какая-то теория она конечно у людей до сих пор в мозгах присутствует но по крайней мере даже вот тот опрос который я когда-то сбрасывал группу на тубае когда всего лишь 10 или 15 процентов хотят присоединиться к россии либо создать не союзное государство уже о чем-то говорит самом деле люди за 25 лет независимости они немножко уже начали себя осознавать вот белорусами да вот поэтому я бы ну конечно проблема такая существует самоидентификации да но опять же не нужно в этом как бы вопросе так ставить говорить о том что вот все мы типа русские со знаком качества нас там скоро захватит так далее там подобного людей есть представление конечно может быть не у всех у людей там с более высоким положением в обществе это лучше это проявляется у людей которые там не знаю на завод уходят и смотрят российские этого они ассоциируют себя больше с россией и далее ну это по-разному но с 25 лет есть какие-то подвижки в этом плане это точно я же говорю вот главная проблема российской империи в том что она так сказать ну новый вот этой империи которую пытается построить путин в том что не с той стороны берут вот почему все хотят войти в европу или все едут в америку но что там банально жить хорошо то есть там конкретно вот условия бытовые для жизни выше там выше зарплаты и вот если бы россия вместо того чтобы заниматься внешней политикой занялась конкретно внутренней политикой то есть сделали для народа жизнь более комфортный то тогда бы и другие страны окружающие захотели бы туда пойти то есть все на самом деле очень просто но вместо этого они используют агрессивную риторику то есть пропаганду пытаются людей силой то есть загнать присоедините хитростью и поэтому каждый раз вот эта империя весь этот колосса рассыпается то есть российская империя развалилась потом советский союз развалился сейчас вот украина там огромное количество народа вот но никак не хочет входить в россию вот упираются и все а почему ну вот потому что они считают что человек там делать то есть это действительно большая проблема для путина если он хочет присоединить украину например к россии планы то понятно у него такие есть это же самое касается беларуси а если бы вместо того чтобы пытаться финансировать различных журналистов то есть подкупать создавать всевозможные здесь казацкие там и всякие другие движения которые бы здесь проводили российское влияние могли бы просто в самой россии деньги эти все пускать в саму россию они на пропагандистов беларуси в украине там еще где-то но люди ездили говорит смотрите как вот там вот деревни там сделали нормально то есть инфраструктуру построили люди живут то есть смотрите как в той же польше да вот никто даже в интервью то говорил что в чем большая разница например отличие польши вот от нас от россии что там намного меньше из-за небольших городов и деревень народ уезжает в крупные города то есть он говорит был в небольшом городке маленьком там уж десять тысяч человек спросил у человека типа ну как что там варшаву не хочешь ехать он говорит а зачем у меня тут все есть он магазин вон работа здесь есть я живу работаю чем не надо зачем мне уезжать куда-то из своего небольшого поселочка у меня все есть тут все это же самое тут лукашенко пытался вот это сделать агрогородки но это все как всегда через шопу то есть все как-то непонятно ну да во первых такой как бы силовой вариант удержания он проще намного шантажом экономическими рычагами вот пусть им это же нужно как бы интеллектуальный кота потенциалами до чтобы поднять экономику вот это нужно 10 20 лет на то чтобы стать таким локомотивом региона да проще сидеть как бы на трубе и просто экспортировать нефть газ и там какие-нибудь отряды формировать типа ну как этих наемников вагнера да чувака так далее спонсировать опять же какие-то сми работают не на созидание она удержать но это всегда проще бы надо и в этом ситуация кстати очень похоже на то что было в начале двадцатого века перед развалом российской империи то есть тогда тоже было можно сказать по сути народ российский был разделен на два отдельных народа то есть элита интеллигенция да и или то то есть дворяне это был по сути дела один народ они жили одними ценностями западными да многие даже учили вначале французский язык только а потом уже русский и некоторые даже не все то есть они владели собственностью там в европе то есть замками какими-то землями они были грамотные то есть умели читать они совсем другие ценности принимали а 90 процентов или около того народа были крестьяне там рабочие ремесленники то есть составляли третье сословие так сказать у них были совсем другие ценности и многие вообще даже читать не умели то есть если ты помнишь да например про издание достоевского в конце там девятнадцатого века когда там восьмидесятых годах или когда когда издали это вроде преступления наказания там тысячи экземпляров из них по моему 30 или сколько только раскупили то есть ну вот такая читающая страна просто принято говорить что у нас там например такая была высокая культура в конце девятнадцатого века там толстой достоевский тургенев что такая была прям читающая страна но по сути это касается только высшего сословия интеллигенции и аристократии население простое крестьяне и рабочие они это и читать многие не умели ну так например нация да народ когда появлялись вообще эти понятия они не относились ко всему населению это была узкая как бы просто прослойка верхушка вот этой ну как бы страны до элита вот ну сейчас примерно то же самое происходит то есть даже алексеевич говорит о том что мы входим в новое средневековье когда есть население есть элита которая обладает там все все и полонтой каких-то прав может влиять на процессы политические имеет голос там и так далее то есть мы в какой-то степени немножко повторяем это опять же потому что у нас не было такого опыта строительства гражданского общества как и в европе нас была империя когда 90 процентов белорусов были крестьянами малограмотными безграмотными так далее потом советский союз опять же когда партия все решала человек такой был политический политическим инфантилом и вот нам даете по свободу и давайте пользуйтесь понятно что даже возвращаемся к вопросу по советскому обществе тут я думаю это будет долгий процесс на самом деле пока у нас что-то построится более-менее похоже на какую-то демократическую систему пока людей просто в голове как это еще мы-то нельзя ну что кости скажи ты что нибудь по поводу этого мифа у нас сегодня тема мифы россии если ты видел то есть вопросы опубликованы там мы идем по списку вопросов обсуждаем это мы так немножко отвлеклись то есть про навального мы говорили про поддержку навального действительно ли навальные раскрученная фигура или его реально поддерживает подавляющее большинство оппозиции оппозиционно настроенных людей то есть действительно ли он такой вот лидер оппозиции или это просто такая надутая фигура очень плохо слышно звук плохое качество плохой звук может они были как говорится в россии кто действительно лидер оппозиции я бы назвал даже лидером оппозиции наверное навального скорее всего что если кого-то и считать как лидер оппозиции это притомаерно владимир вольфович членовский да чем навальный хотя вольфович не оппозиции но все таки да навальный это так разбутая фигура потому что в общем то он выходец из олигархов да какие грехи и просто решили воспользоваться вардаков которые у них там в стране творится попытался типа привлечь внимание просто к своей персоне вот посмотрите я вот личность ну а что ты вас думаешь по этому поводу да и то что вы тут упоминали что типа советский союз распался до комбинации советский союз распался не просто так и его собственное правительство и разваливано в угоду германии потому что после того как Горбачев развалил союз его позвали в Берлину и сейчас он на сегодняшний день почетный гражданин Берлина за то что он развалил советский союз и в Берлине его сейчас там чуть ли не на руках носят за то что он похоронил извечного врага немецкого извечного врага для так ладно переходим тогда к следующему мифу итак следующий миф у нас российский народ поддерживает войну в сирии на донбассе аннексию крыма ну то есть большинство людей относятся к этому положительно вас что ты думаешь об этом как ты скажешь действительно ли они поддерживают или как вас птсети речь именно простом народе о большинстве простого народа действительно ли они поддерживают это они не столько поддерживают у них просто я думаю если рассуждать действительно ли простой народ поддерживает то я думаю простой народ не столько поддерживает сколько у них просто Чувство солидарности с юридическим народом, которые вынуждены страдать из-за того, что у них на глазах разбивают собственную страну. Который просто-набросто, потому что реально там разобраться, больше всего этого военного конфликта, который неизвестно сколько идет в Сирии, там больше мирного населения пострадало. Причем это мирное население абсолютно вообще ни за что пострадали, никакого отношения. Так, ну что, ВАСП, ты скажи что-нибудь, выскажи по этому поводу. Что ты думаешь по поводу поддержки населением войны в Донбассе, в Сирии, российским населением? Я думаю, что они уже устали это поддерживать. Сейчас, наверное, народ, скорее всего, в России там в каком-то ожидании, что делать с этим Крымом, что делать с этой Сирией. Мое мнение, что там никто толком, наверное, ничего сам не понимает. Ну да, я тоже смотрел видео про то, что и казаки в Крыму уже настроение поменяли. То есть народ ожидал немножко другого. И уже поддержка, так сказать, спала. Но с другой стороны, они не могут в Украину вернуться, потому что, ну сам понимаешь, не поддерживают, но они не хотят возвращаться. Ну и Россия не отдаст дело в престижах. Но назад дороги нет, просто они понимают, что, то есть, будет отвечать многие за то, что они делали. То есть будет репрессии в любом случае. Поэтому они и назад не пойдут, это однозначно. Будет стоять там до последнего. В этом плане. Но насчет того, что поддерживают Путина, не знаю. Это ж Медведев, кажется, приезжал тогда в Крым и сказал свою знаменитую фразу там, по-моему, он сказал, что денег нет, но вы держите счастье вам там, здоровье. Да, 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 там. Тут же дело не в том, что России там земли нужны. Это просто какая-то геополитическая, получается, борьба. А Крым, я говорю, им свалился на голову, они там осознают, там нужен он им, не нужен. Возможно, когда он был в Украине, тем же и россиянам было даже лучше. Ну, не знаю. Не, ну, они из-за базы именно взяли, то есть за военные базы конкретно России. Ну, да, пошла вот эта вот боялись там база на простом населении. Хотя ролик там, многие же любят говорить, типа, вот НАТО было в Крыму, а какая разница, если НАТО в Эстонии. Расстояние тоже, ну, тут вообще роли не играет никакой. Не, ну, они боятся из-за того, что если Крым будет под контролем НАТО, то тогда будет перекрыто, там, практически Черное море будет под контролем НАТО. У них там останется маленький, азовская борьба. Лежишь, новороссийский, базовый новороссийский, ну, какая разница. Дело престижа. Ну, как бы, да, Крыма не взяли, но вот сейчас с Курилами вопрос не решен. То есть Курилы тоже не хотят отдавать во многом из-за того, что считают, что там, типа, незамерзающий порт, который круглогодично можно использовать для выхода, так сказать, незаметного подводных лодок. Если они отдадут эти острова, то, типа, Америка, там, базу построит или просто будет контролировать выход. Ну, это все стратегические точки. Допустим, не было бы Калининградской области у России. Совсем была бы другая ситуация. Это просто стратегическая точка на карте. Как бы, выгодно иметь такое положение на морях. С военной точки зрения. То есть ты считаешь, что как таковой уже поддержки нет, скорее просто такое равнодушие, то есть народ не выказывает какого-то протеста? Ну, такая поддержка у них была, наверное, первое время. Сейчас я в большинстве уже всем надоеду, просто то, что там происходит, и все. Потому что оно уже затянулось, и неизвестно, сколько. И неизвестно, сколько оно еще будет продолжаться. По сути, потому что даже уже в этом терпосе не знают, за что они вылятут. А Сирия, скорее всего, Сирия уже давно все понимают, что это нефтегазовая война. Никакой там поддержки населения сирийского народа. Ну, какой может быть поддержка? Что это братья, что Сирия и россияне? Население Сирии – это арабы-суниты, то есть как раз те самые, которые там в народной этой армии, в свободной сирийской армии, на которых опирается Саудовская Аравия, Катар и все остальные. То есть, а тех же Алавитов там они в основном возле побережья. То есть, ну, были еще армяне там всякие, и кто там еще там был, много очень кто. Их выжили уже оттуда игиловцы. Есть туркоманы на севере. Опять-таки, отношения, вот, двуличие СМИ российских. То есть, в Украине идет война, там добрые ополченцы, то есть, да, борются. А в Турции, то есть, Турция поддерживает туркоманов, которые вот на севере Сирии. Они хотят объединиться, то есть, к Турции присоединиться. Но это, конечно, злодеи были враги, ну, особенно, когда Эрдоган сбил вот самолет. Вот, то есть, по сути дела, для непредвзятого человека это одно и то же. Что вот та ситуация с туркоманскими вот этими формированиями ополченцами, что ополченцы Донбасса, то есть, это то же самое. Но они эти хорошие, те плохие. То есть, явно пропаганда. Ну, людям же что-то по телевизору надо показать, объяснить. Не рассказывают же им, что Россия живет за счет продажи нефтегазовых ресурсов в основном. И, грубо говоря, она там и борется за это в Сирии. Поэтому, других вариантов просто нет. А то, что там эта помощь сирийскому народу, ну, я не знаю, в это не верю вообще. Ай, особенно меня смешит, когда смотришь парады вот эти 9 мая. Идут эти межконтинентальные ракеты, то есть, ядерные эти. Тополи сначала, сейчас там Ярса уже. Но это только для всякой ваты для лохов показывает. Потому что, ну, все прекрасно понимают, что кто там куда будет жахать. То есть, олигархи закупили собственности в Лондоне, там, да, в той же Америке. В Европе там скупили все больше олигархи из СНГ, из какой-нибудь, с Восточной Европой. То есть, да, больше, чем сами те англичане, французы, там, и остальные, и испанцы. И вот хотят убедить, что они вот туда ракетами будут, если что, стрелять, да. В Вашингтон тот же. Там держат где-нибудь в офшорах деньги и собственность, да. Яхта Абрамовича там возле Статуи Свободы паркуется. И вот они хотят убедить реально думающих людей, что вот если что-то будет, они жахнут. Мы прекрасно понимаем, как вот было в 14-м году с Донбассом. То есть, все, там, Россия своих не бросает. Все, мы там сейчас Донбасс уже, то есть, чуть не присоединим. Приезжает президент Швейцарии Бургхальтер с списком счетов офшорных, да. Кого-то там из руководства Сечина, там, возможно, еще кого-то. То есть, ну, и не называли конкретные имена, но мы понимаем. То есть, поговорил с Путиным так, и уже на следующий день Путин как бы сказал, что а может быть не надо там референдум проводить в ДНР и ЛНР о независимости. Может быть, как-то, ну, надо повременить. И после этого постепенно начался слив. То есть, все понятно, прекрасно. Опять-таки, Путин вот после Крыма сказал, да, Россия своих не бросает, мы там свою гавань присоединим. Блин, а в Прибалтике что? Угнетаемое население, там, русские что-то там не живут или как? То есть, пропаганда говорит, что там русских угнетают в Прибалтике, там, в Северном Казахстане, еще много где, да. В Норвегии там у них детей отбирают. Но на это все пофиг. Россия своих не бросает, но, как бы, и помогать не будет тоже. А тут уже, как бы, попытались убедить, что они что-то кому-то сделают. А потом сразу же, хопа, и переиграли. То есть, это продажные шкуры, которые меняют точку зрения, вот так вот запросто переобуваются в воздухе. Те же самые Кисели. Он же в девяностом, каком-то, в девяностом-то году, когда штурмовали, там, телецентр в Прибалтике, Кисель вещал оттуда. Ему за это даже орден, медаль какую-то дали. То есть, был таким прям либералом. А потом, что Путин пришел, и он такой, хопа, и уже главный пропагандист Путина. Потом Путина скинут, если его, так сказать, на каркалык не отправят. Ему удастся выкрутиться. Соловью, Киселю, так они же будут вещать потом за другого кого-нибудь. Скажут, что мы-то все понимали изначально. Мы же вообще не за Путина, и мы вообще за них никогда не были. Это вам просто кажется так. Мы всегда были против. Мы работали на подрыв режима проклятого диктаторского. Вот и все. Мы неравнательно вспомнились, как, вот, и что, ну, Россия. Мы будем рассказывать, что, ну, типа, Россия не бросает к нему. А где было российское руководство, когда русских начинали примечать в Литве? Вот, что все, кто... И когда еще не выиграл из Литвы всех, сказавши, типа, что вы разговариваете было на русском, не хотите изучать в Литвовский Литвы, значит, вы не влажнили Литвы. Опять же вопрос. И так, и так, перейдем тогда к следующему мифу. Миф 6. В России много нацистов, скинхеды повсюду, беспредел, то есть убивают гастарбайтеров, всех представителей, так сказать, несландарской внешности, то есть очень много с этим проблем. Но я знаю, с этим было много проблем раньше, лет 15 назад. А где-то с 2007-2008 года стали вводить законы, ужесточающие борьбу с этими нацистами. Нет, ну, с 103 там получилась такая ситуация. Получается, Советский Союз, когда развалился, все эти организации же были представлены. Пионерская, там, Комсомольская, всяких спортшкол, кружков. А в 90-х как бы молодежь стала сама себе принадлежать. И, грубо говоря, повлияла Первая Чеченская война. То есть вот как раз самый был подъем скинхедов между Первой и Второй Чеченской войной. Это даже с подачи там и Лужкова в Москве, кто помнит. Ну, кто был там, допустим, в 90-е годы, вот когда взрывы были на Каширском шоссе, там, везде. Их было просто повсюду, уйма. Потом это всё уже позже, где-то третий, четвёртый, пятый год. Грубо говоря, их же ни ОМОН, ни милиция никто не трогал. То есть это даже было выгодно власти, как бы немножко кавказцев держать в струне, как говорится. А потом же, да, когда, грубо говоря, уже Чеченская республика, допустим, стала как бы поспокойнее всё это, их потихоньку отодвинули. Стали, видишь, появляться вот эти РНЕ-организации. Ну, то есть переросло как бы в славянских, ну, в славянскую какую-то структуру, как будто там славянская раса, это и сейчас можно наблюдать, там, калавраты у них уже вместо этих нацистских свастик. То есть уже в неоязычество подались больше. Да, и вот эти вот, грубо говоря, ноты РНЕ, это всё бывшие скинхедовцы, просто на новый лад. Как бы даже это смешно усмотрится. Я вот смотрел много роликов, допустим, рэп-музыка и калаврат, там, и они все там, ну, видно, что это скинхеды. Ну, рэп и скинхеды — это вообще негритянская музыка, то есть это не для идейных. Сами идейные организации, они, может, и остались, но, скорее всего, их просто держат на коротком поводке. Где-то там, когда надо, подожгут, когда надо, отпустят. Но на данный момент это уже больше похоже на миф. Тем более, грубо говоря, в 2002-м, где-то в 2004-х годах, вот когда в России были погромы футбольных фанатов, там, типа, якобы, это футбольные фанаты и скинхеды одно и то же, когда они там громили эти черкизовский рынок и всё такое. Сейчас это уже, как бы, всё отлегло. То есть, скорее всего, я думаю... У нас даже в Беларуси было их в 90-х годах, как бы, в Минске хватало. Я лично знаю таких людей. Одни были просто идейные, да, там, ну, на своей волне, а вторые просто вот нечего делать. Поэтому... Позёры, да, просто образ использовали такой. Да. И сейчас этих организаций, я думаю, что... Ну, их на какой-то... Они сейчас просто не нужны. Тогда они были в 90-х нужны, да. Когда были эти войны, как бы... Тогда где-то власть на них закрывала глаза. А сейчас... Да, кстати говоря, большой парадокс. Один из самых, как раз, угнетаемых народов в России всегда был русский народ. То есть, ну, в 20-м веке особенно. Помнить даже во всех... В спрессовке, во всех республиках были свои коммунистические партии. То есть, ну, региональные, да. Коммунистическая партия Украины, Беларуси, там, да, Казахстана. А коммунистической партии России не было. До 90-го года. То есть, в 90-м году только создана была коммунистическая партия РСФСР. Ну, и через год она, естественно, уже не нужна была особо никому. То есть, тогда уже шёл отхлыв людей от идеологии от этой. То есть, ну, всегда такое было. Говорят, при Совке, там, 60-е, 70-е годы, жёстче всего расправлялась КГБ именно с русскими националистами. То есть, с такими людьми, которые, ну, идейно, там, за Россию, там, за русский народ. А с прозападными либералами как раз более мягче. То есть, Андропов всё это как-то контролировал. И вот почему-то это были гораздо большие враги для них. Именно русские националисты. Тем более, если взять вот теперешнее время и то, что показывают российские СМИ, якобы, там, украинский националист, там, фашисты, зигую. То есть, самой России в данный момент, скорее всего, что табу просто на информацию о скинхедах. Ну, чтобы не было повода проводить параллели между украинскими нацистами и российскими скинхедами. Да, кстати говоря, с 14-го года тренд сильно изменился. То есть, скинхеды националисты были, но тут получается так. Киселёв вещает о том, что в Украине нацисты и фашисты кругом. А тут, получается, ещё у нас, что ли, фашисты и нацисты? Нет. Ну, а тут нодовцы. Нодовцы. Но от РНЕ это то же самое. Вспомните, баркашовцы ходили. Так они, у них форма своя даже была точно такая, как у фашистов, только свастика чуть-то включалась. А сейчас просто на это по-любому табу, потому что, ну, возникнут тогда вопросы, как это тогда у нас. Да, серьёзный, так сказать, дезонанс будет за счёт того, что как это так, с фашистами воюем, с проклятыми. Но эти организации в России всё равно существуют, они там никуда не делись. На всякий случай. То есть, их пока отложили в карман. Придёт время, ими власть воспользуется. А это такое нормальное оружие. Я просто смотрел много роликов, да и фильмы такие документальные про всё это, что в России творилось. Именно про скинхедов. Поэтому, там никто не скрывает, что это всё контролируется какими-то, даже вплоть до ФСБ. Естественно. А что ты, Костя, скажешь по поводу скинхедов, то есть в России националистического этого радикального правого движения? Как сейчас, по-твоему, там? Что ты слышал об этом? Очень плохой звук, отвратительный. Очень сильно фонит. Ну, блин, не знаю. Может, пылескать или вон держишь, или что? Так я знаю, что я с наоблука сижу. А наушники, если попробовать? Так они без микрофона толку. Звук очень-очень плохой, ужасный, отвратительный из слов. Едва ли только можно слова разобрать? Ну, ладно, бог с ним. Транно, наверное. Вот Бендер пишет. Кот, это уклад в голове молодежи. Как бы есть вина власти, но больше от окружения зависит. Эээ, нет, Бендер, ты тут очень сильно ошибаешься. Проблема в том, что как раз на этом власти пытается съехать. То есть, почему в 90-е это было? Ну, кроме вот войны, как сказал Вас, понимаешь, в стране идет разруха. То есть, все разворовывается, все разрушается. По телевизору говорят, что мы идем к светлому будущему, а в реальности все хуже и хуже становится. У людей появляется недоверие к власти, да, разногласия. Они говорят, что надо спросить с власти, что, как вы тут делаете. А тут появляются такие организации, которые говорят, нет, ребята, вся проблема, смотрите, вот работы у вас нет, а почему нет? Потому что вот есть рабочие со Средней Азии, они типа демпингуют, готовы работать за более низкую оплату, да. Они у вас забирают работу. Почему столько преступности в стране грабят, там убивают? Это же все делают не русские, да. Наши же не могут такое делать. Это вот все они делают. А наркотиками кто торгует? Все, враги, враги делают. Это не власть, это не наши все. Давайте вот с ними надо бороться. А власть наша хорошая, ее надо поддерживать. Вот кто главный враг. То есть, получается, натравливают на каких-то гастарбайтеров, которые опять-таки приехали там со своей Средней Азии, потому что там еще хуже жить. То есть, они говорят, вот что вы сюда приехали, в чужую страну там зарабатывать и все. Да, действительно, есть воры, преступники, но далеко не все. То есть, люди некоторые приезжают именно зарабатывать, им деньги нужны. И эти самые скинхеды, они себя точно так же повели бы, если бы жили в том же каком-нибудь Узбекистане или Таджикистане. Они бы поехали туда, где лучше. Вот сейчас в Европу, в Америку многие ездят. Почему? Потому что там больше платят за деньгами. То же самое и они ездят. Россия для них это отличный вариант. Вот и все. А народу внушают, типа, вот, смотрите, вот ваша проблема. Надо вам бороться не с властью, не пытаться разобраться, что к чему. А вот кто виноват, они. Как говорится, найди там, поймай гастарбайтера какого-нибудь из Узбекистана. Замочи его и тогда ты решишь, как говорится, проблемы все. Это фигня это все. Это отвод проблемы в другую сторону. То есть создание такого свистка для сброса, так сказать, пара для населения. Ну и выполнение именно каких-то боевых, так сказать, поручений различных структур, депутатов. То же самое, допустим, да. Сколько случаев было там разгрома кафе каких-нибудь грузинов, там, армян или еще кого-нибудь. То есть, ну, чисто конкуренты там сказали. Вот этот магазин надо разбить. И в качестве обоснования, ну, потому что это там какой-нибудь вор, там, с Грузии или какой-нибудь еще с Азербайджана, там, владелец владеет. А они хотят его оттуда убрать, то есть из-за конкуренции или, может быть, купить хотят это место или еще что-то. То есть, ну, чисто вот такие финансовые и плюс политический вопрос. Я вот думаю об этом так. Так, ВАСП, смотрю, отключился. Его тоже уже нет. Поэтому перейдем тогда к следующему вопросу. Так, вот Бендер пишет. Они копируют и мечтают стать уголовниками. Да, есть такое. Ну, это просто, мне кажется, мода такая. Ну, потому что ты же видишь, что жизнь сейчас такая. Очень много в тюрьме, то есть, побывало. И вот есть запрос среди населения вот на эту культуру. Так, седьмой миф. В России повсюду полно кавказцев и выходцев из Средней Азии. Очень сильно влияние этнической мафии. Вот, Бендер, ты сейчас, наверное, в Москве находишься. Вот что ты можешь сказать по поводу этнической мафии, то есть, в России? Вот ты сталкивался, слышал, может быть, что люди там говорят. То есть, население. Вот, как-то, наверное, это уже было, ну, почти месяц назад, наверное, три недели назад. Тогда, я помню, был разговор у нас, Марина Лепина здесь была. То есть, вот она пыталась вести к тому, что никакой этнической мафии там нет. Типа и проблемы никакой нет. И возник спор между ней и Асей. То есть, Ася говорила, что действительно опасно выйти. Кавказцев очень много. Ну, они в Москве тоже и в Подмосковье живут. И, то есть, это действительно проблема большая. А ты вот как думаешь? Согласен. Чего-чего, да. Их очень много, но мафии не видел. Ну, то есть, я имею в виду, что на разных уровнях есть. Есть, то есть, простые люди, а есть, действительно, грузинские какие-то авторитеты, которые там берут под контроль какие-то районы. Какие-нибудь там азербайджанские и какие-нибудь еще дагестанские. Из самой России, то есть, из ближайших республик. То есть, именно этническая мафия, которая проникает в структуры власти, проникает, так сказать, в бизнес. По крайней мере, мне не попадались. Так существует тоже очень много разных расхожих историй по поводу этой этнической мафии. И в малых городах, то есть, когда там приезжают какие-то кланами, там целыми семьями, берут власть, бизнес свой развивают, подавляют. То есть, конкурентов в основном из числа россиян коренных. Может и есть мафия, скорее всего, но как-то не видел. Ну, то есть, об этом ты не можешь так точно сказать, что вот видел. Ну, насчет этнической мафии. Этническая мафия вещь неявная. Это только славяне любят понтоваться, а кавказцы стараются не светиться. Ну, не знаю. По-моему, вот эти даже свадьбы, возьми-ка ты их. Когда там с автоматами стреляют. То есть, ездят все такие с оружием. Чуть что там сразу. Без предупреждений стреляют. То есть, очень как нарываются. А так они везде от власти до отворников. Ну, тогда... Что вот, Бендер, ты можешь сказать по этому поводу? То есть, они мирные, все нормально. То есть, да. К прохожим не пристают. Тут грабежами, там, убийствами занимаются, как и все остальные. А то просто сталкиваешься с таким мнением. Ну, в основном, когда там более националистично настроенные, да. Более такие право... Правых взглядов люди в России говорят о том, что большую часть преступлений как раз-таки совершают именно вот эти гастарбайтеры и люди вообще такой неславянской внешности. То есть, воровство, там, угоны. Такое. Свадьба это не мафия, а традиция. Я понимаю, ну, именно светятся. То есть, вот кто-то вписал, что они не светятся. А вот ты даже и писал, Георгас, да. Что они не светятся. Ну, чего светятся? То, что оружие у них есть. То, что вот организованы эти кланы. То есть, ну, не знаю. По-моему, они не стесняются, показывают. Что и как свою силу. Возможно, это тоже было раньше, там, лет 10-15 назад. А сейчас они более попритихли, но не знаю. Это виднее тем, кто с ними сталкивается. Ну, мирные я не видел конфликтов между собой. Могут там потепешевать бурно, но на следующий день обнимаются. Ну, между собой, да. А между ними, например, и там, коренными россиянами, то есть, какие-то проблемы возникают. А то просто, ну, ты знаешь, Бендер, что есть такой миф, что там засилие прям кавказцев. И что вот эта мафия этническая, она просто уже везде и повсюду угнетает россиян в самой России. Но, к сожалению, большого разнообразия мнений тут не представлено. Пятница это все-таки стаканный день, поэтому собрать кворум нам сегодня особо не удалось. Даже те, кто изъявлял желание поучаствовать, куда-то делись. Поэтому пока такой вот бедный выбор мнений. Я тут не могу за всех ответить, но преступления в большинстве в хрониках показывают кавказцев. Да, вот тоже такое видел. Так, ладно тогда, этот миф спорный. Но определенные, так сказать, есть у него основания. Так, восьмой миф. Китайцы захватили Южную Сибирь, Приморье и Дальний Восток. Ну, то есть, связано и с той пресловутой арендой на 49 лет огромных территорий там на Дальнем Востоке. И вообще того, что там очень небольшое население, оно уменьшается. А китайцы как раз туда потихоньку приходят, переползают. В ближайших городах, приграничных, их уже полно там развелось. И бизнес свой там строят. То есть, уже фактически такой мягкий захват территорий происходит. Кто что об этом думает? Действительно ли это имеет место? Или же нет? Ну, известный случай. То есть, пока никто ничего не пишет, скажу, что остров Даманский. Это островок небольшой такой на Амуре там, по которому проходило, то есть, ну, он относился к СССР. И возникал конфликт с Маоисским Китаем в 69 году, кажется. Китайцы попытались прибрать Даманский к рукам. Там был небольшой гарнизон пограничников, там, может быть, человек 50, не больше, в округе в той. А китайцев там собралось несколько тысяч, то есть, целая армия. И они думали, что легко возьмут. То есть, проверяли СССР на прочность, что она сделает. То есть, упоротые маоисты, начитавшиеся вот этой красной книжки Мао, пёрли туда. То есть, сначала пограничники пытались всячески этот конфликт мирно урегулировать. То есть, ну, их выманили там на лёд, на открытое место и расстреляли. Но там, к счастью, Советский Союз быстро среагировал. То есть, там какие-то учения проводились. Уже шёл разговор о том, чтобы строить укрепления, потому что отношения испортились. И там подтянулись силы. Там сначала БТРы подошли, несколько штук, кажется, и там даже пару танков. Ну, их подбили, правда. Но они неплохо пошерстили китайцев. То есть, героически защищались жертв прилично. Там несколько десятков, по-моему, человек погибло, советских пограничников. Ну, потому что бой был неравный. До тех пор, пока не применили грады. То есть, тогда грады появились. Это было экспериментальное оружие ещё. Советский Союз подогнал дивизион градов и ударил по китайцам. То есть, там уничтожили большое количество, уничтожили склады. И просто психологический эффект был. И никто просто даже не знал там, что на самом деле применили. То есть, одни говорили, это какой-то там лазер экспериментальный. Другие считали, что это что-то какое-то супероружие новое. То есть, всё. После этого вопрос насчёт Даманского был снят. Китайцы отступили, потому что воевать они уже там не могли. А теперь, в 2006 году, насколько я помню, президенты России, Медведев, эту территорию всю подарил китайцам. То есть, как говорится, деды воевали, там погибали, а внуки всё отдали за даром. Такие вот дела. Так что, миф не лишён как минимум оснований. То есть, это и аренда на 49 лет территорий. Китайцев совсем мало в Москве я видел. Они, наверное, в другом конце России водятся больше, но в Москве очень редко видел. Так Бендер Вегас, мы же говорим про Дальний Восток, а не про Москву. Мы говорим про Дальний Восток, про Приморье, про Южную Сибирь. Не про Москву же только. Россия-то большая. Так, родной дядя из Иркутска ещё лет 10 назад рассказывал, что преференции китайцам шли. Там, куда они приходили, русским практически невозможно было вести бизнес. Задушили штрафами. Так да, и сельское хозяйство, например, китайцы там ведут, они выращивают огурчики, помидорки. Но они как выращивают? С помощью абсолютно вот таких жесточайших удобрений. Огурцы эти хранятся там по полгода. У них не в холодильнике, а так в открытую. Прямо ничего с ними не происходит. То есть, выглядят ещё более глянцевыми, чем европейские. И, ну, потом их съешь, правда, потом тошнит. И, как говорится, голова кружится. Но, тем не менее, вот так вот выращивали они там. То есть, на химикатах. Поэтому, получалось всё очень дёшево и сертито. И конкурировать с ними было многим сложно. У нас, кстати говоря, вот мы-то говорим про Россию. У нас-то китайцы вот очень сильно укореняются. Даже на параде, говорят, они будут. Будет их полно. И тут тоже, вот даже я могу сказать про Оршу, например, про Восточную Беларусь. Их тут очень много. Они и станки у них покупают, и они строят. То есть, им подряды там выдают. То есть, они занимаются построением там и домов, и рабочих этих, какого, цехов. То есть, у нас китайское влияние-то очень сильно выросло. Но в России и в Приморье, говорят, вообще там жуть. Жаль, никого оттуда нет. Узнать об этом нельзя, к сожалению. В Бурятии все права на добычу полезных ископаемых отданы китайцам. Инфа 2014 года. Да, это может быть. Да, кстати говоря. Так что миф, я думаю, вполне подтвержден. Действительно, там все плохо. В этом плане. И у нас, кстати говоря, тоже не лучше. И ухудшается. Но я считаю, что все-таки китайцы пока для нас не представляют такой первостепенной угрозы. Нас все-таки Россия с Западом больше пока делит. Китайцы еще в стороне стоят. Но они тоже могут стать значительным игроком в ближайшее время. Возможно, батька пытается их использовать как противовес против России, и там кредиты у них брать, и против Запада. Но я не знаю, к чему это в будущем приведет. Ладно, перейдем тогда к другому мифу. Девятый миф. Основная масса россиян любит смотреть Киселева и Соловьева и верит им. Вот действительно ли народ верит этому всему? Или большая часть, ну, многие, то есть, понимают, что это, ну, пропаганда, там, что-бы-да всякое, да, оно идет, но, то есть, народ вменяемый. Но, как вот по поводу этого, кто что думает. То есть, раз никого нет, так будем сейчас пока из чата брать вопросы. В первую очередь. Ну, вообще, если так говорить, ситуация в Украине в 2014 году показала, что все-таки телевидение имеет очень большое влияние. Побольше даже, чем интернет. То есть, зомбирование Киселева и Соловьева очень, так сказать, сыграло свою негативную роль. А что думаешь тебя и по этому поводу? Насчет нового мифа. Какой миф? Миф по поводу того, что большая часть россиян смотрит Киселева и Соловьева. То есть, ну, вот эту всю дебильную самую пропаганду, самую такую яростную. И они ее любят и поддерживают. Основные массы населения. Ну, я больше, думаю, смотрят как для развлечения, наверное. Типа, как политические шоу. Особенно вот эти ток-шоу, как там они называются. Время покажет. 50 минут, да. Соловьев. Что там еще? Из-за большого это как развлечение. Просто, ну, вот, показывают по телику, как бы, ну, и смотрят. Не берут в голову. А как сериал какой-нибудь? Я не думаю, что не берут в голову, потому что такая массированная пропаганда, она все равно будет оседать где-то в мозгах. А война в Украине? То есть тоже Киселев, Соловьев, народ-то поверил и пошли, взялись за оружие, то есть как Киселев. Это да. Просто поднимись там, встань на защиту. Я просто говорю про то, что сейчас есть. Я думаю, что уже поостыли люди. А вначале, конечно, это огромный фактор был для того, чтобы нагнать туда этих добровольцев. И многие боевики, они рассказывали, что они именно поехали туда под впечатлением от российской пропаганды. Я о том и говорил, что там репортаж какой-то. Это работа. То есть народ смотрит и пропаганда впитывается. Вот Бендер пишет, что так вот, мои знакомые вообще телек не смотрят. И потом говорит, 60 минут и я смотрю. Но он тогда написал. Ну сейчас ты думаешь, помягче она стала. То есть народ уже не настолько стал восприимчивым. Я думаю, да. Люди немножко уже как бы поменяли свое отношение к таким передачам. Потому что и в интернете многое говорится о том, что какие-то фейки вскрываются. Просто факты подтасовываются. То есть их стали ловить за руку и выводить на чистую воду. Причем там Путину кто-то задавал вопрос на прямой линии или там опять же какое-то было... Ну журналист спрашивал напрямую, что вот был такой ролик какой-то на телевизии и так далее, и так далее. И он как-то тоже про него говорил. То есть это враил, оно уже вскрылось. То есть так вот голословно не верят. Я говорю, больше смотрят просто за ненемением другого контента. Ну и плюс эта пропаганда построена таким образом, что она цепляет людей. Она такая эмоциональная подача. То есть своего рода такой информационный наркотик. Ты посмотрел, потом еще раз посмотрел. Как раньше смотрели мыльные оперы, да, сейчас смотрят что-то про мухохлов или там про пиндосов. То есть тоже своего рода такой... Я тоже об этом сказал, да, как сериал. Информационная жвачка. Да, да. Ну поэтому и шоу. Просто от этих шоу пострадало очень много людей. Ну как бы в начале, да. И россияне, которые поехали, погибли. И украинцы там 10 тысяч, да, которых убили. То есть, ну, такие вот... Ну, такая вот пропаганда у России. Тут я имею в виду только шоу. Я имею в виду еще и новости. То есть я и Киселя имел в виду. Он же видел новости. Так и Киселя тоже сюда же можно. Потому что, ну, журналист, он как таковой уже на телеке не присутствует. Вот. Это все пропагандисты. Поэтому и Киселев это тоже шоу. И новости это тоже шоу. Ну, там все продается абсолютно с такой точки, выгодной только государству, да. Там никогда не будет сказано того, что, например, там, злободневное что-то, да, что там. А если скажут, то все равно это будет выгодно, опять же, государству. Скажут, что вот Путин там своим указом, там, не знаю, наказал чиновника, там, разобрался с ямой на дороге, там, еще что-нибудь. Ну, то есть такого рода. Ну, я не могу это воспринимать как какую-то журналистику или новость, вот как в 90-е, да, или там даже начало нулевых, до разгрома НТВ, когда там, по-моему, в первой половине нулевых был этот разгром. Ну, вот это было действительно телевидение. Ну, да. Так сейчас проще зайти на тот же сайт какой-нибудь Тудбай, да, вот в Беларуси, например, и просто пролистать ленту, и посмотреть, какие новости еще смотреть телевидение. Ну, может быть, наше белорусское, оно еще не до такой степени, ну, вот в такой пропаганде совсем. Телевидение нейтральное, но Лука же вот переназначил у нас пропагандистов, сказал, надо ориентироваться на российское ТВ. Ну, он сказал, что надо ориентироваться на российское ТВ именно вот подачу, да, но в то же время их поругался, сказал, что они много, ну, короче, поругалок тоже за... Ну, не знаю, я наши пропагандисты даже похвалил бы наоборот, потому что они более как-то нейтрально говорят. То есть, да, пропаганду несут, да, они выгораживают власть, но хотя бы без вот этой ненависти. То есть, когда новости были про войну в Донбассе, там, про Украину, про Сирию, то есть, они без вот этого смакования, без ненависти, то есть, говорят, вот произошло там столкновение такое-то, там, есть информация о том, что погибло столько-то человек, ранено столько-то человек, там, да, в Минске произошло заседание очередное, там, Минской коллегии, ну, то есть, все в обычном нейтральном тоне. Без вот этого нагнетания ненависти какого-то, как в Украине или в России, то есть, некоторые каналы пропагандистские, и журналисты какие-то, они разжигают именно, они именно разжигают ненависти. Они, опять же, действуют в рамках заданной политики государства. То есть, в России такое, в Украине такое, у нас, понятно, мир во всем мире, там, и так далее. То есть, они просто как сторонний наблюдатель стараются отражать реальность. Конечно, может быть, не настолько объективно, да, как этого хотелось бы, но, конечно, поглядывают и на Россию, да, потому что тоже скажут что-то против России, такое, там, резкое. Опять же, будут претензии, молочку не пустят, там, на их рынок и так далее. Вот, ну, наши, конечно, более такие спокойные в этом плане. Но я хочу наших этих пропагандистов, вот за что можно не любить, это за вот этот, как это было, ну, военная организация, да, которую распустили. Белый Легион, да, за очернение Белого Легиона. Да, за Белый Легион, потом за Куропаты, то, что они до сих пор не ставят вопрос ребром. За День Воли, за Тунеядсков. Ну, я вот тут сделал первые выпуски шоу Серого Кота, то есть, там сделана точечная подборка, то есть, вырезка мнений людей, типа, чтобы сложилось впечатление у зрителей, что народ вообще поддерживает Тунеядский декрет. Да, да, вот за такие темы. Как бы, они вроде бы что-то и адекватно освещают, да, международную политику, а внутри все равно они действуют именно как пропагандисты. И, конечно, там коряво, тупо действуют, но все равно пытаются облить с помоями либо выгоразить каких-то чиновников, президента, сказать, что наш курс – самый лучший курс и так далее. Но все равно они действуют как пропагандисты. Ну, конечно, и влияет это на умы белорусов намного меньше, чем российская пропаганда. То есть, ты считаешь, что все-таки россияне смотрят пропаганду киселя, соловья, то есть, это именно просто вот как шоу? То есть, это не все поглощают? Нет, не думаю. Но, смотри, изначально было, конечно, это, ну, как, такой первый опыт, да, это может быть шопот, люди ехали на Донбасс, люди там фашисты, хохлы, пиндосы, да, ну, прям вот эта вот такая атака на мозги была. Сейчас уже немножко люди где-то критику включают, но все равно, как ни крути, живя в таком информационном пространстве, тебе будет формироваться какая-то определенная точка зрения. Если ты не прилагаешь усилий для того, чтобы пойти почитать новости, разобраться в какой-то ситуации, да, ты живешь в этом информационном поле, и в любом случае оно на тебя влияет. Вот, поэтому я так думаю. Мне кажется, позитивный сдвиг все-таки есть. То есть, посмотри, большая часть молодежи говорит, много людей сейчас все говорят, у меня нет телевизора, то есть вот у меня, например, нет телевизора. Молодежь живет немножко в другом информационном пространстве. Да, те, кто про старших. Телека нету, да. Я сейчас говорю именно про старших людей, которые приходят домой и включают, там, по России идет какое-то ток-шоу, но они не переключают, потому что, ну, куда переключаться? Если бы какое-то кино шло параллельно, да, или еще какая-то передачка, может быть, переключили, а так они смотрят это. И в любом случае... Последнее восприятие информации. Да, 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 да. В подсознание это все равно проникает. А в интернете ты сам пущешь то, что ты хочешь. Не нравится? Да, это трехлый, конечно, конечно. И в итоге вот в каком-то разговоре бытовом, да, ты все равно скажешь, что хохлы там неправильно как-то поступают, там, еще что-то. Ну, ты все равно будешь эти мысли ретранслировать. В любом случае. Ну, молодежи, конечно, немножко другие. Костя зашел. Ну, а что ты, Костя, думаешь по поводу Соловьева, Киселева? То есть, действительно ли россияне поддерживают, верят в эту пропаганду большинство народа? Или это уже только так, видимость? То есть, как ты считаешь? А кто его знает? Не знаешь? Не знаю. То есть, ну, миф такой о том, что большая часть россиян смотрит Киселева, Соловьева, то есть, и верит в то, что там рассказывают. Мы вот пришли к тому мнению, что все-таки вот пропаганда влияет, то есть, украинская война показала, что влияет на умы телевизор, больше еще, чем интернет, но это все меняется постепенно. И сейчас уже, как бы, уже такой упор, ты пропаганды там нет. Ну, есть такое дело, в общем-то, что люди больше смотрят, как сериал какой-то. То есть, эти шоу, типа, 60 минут, или там, шоу Соловьева, то есть, посмотреть, как там, будет ругаться, послушать эти дебаты. Ну, такие, ну, так и есть, ну, что, может, без особого напряга, под пивко, так послушать Соловьева, как там, в принципе, такое, в общем-то, есть, потому что, да, как бы, ну, а что простой, а что простой человек может решать, да, понятно, что там... телевизор, то есть, а интернет, смотреть YouTube, например, или блоги там какие-то, то есть, вместо этого... Ну, так... Ну, смотрят, что... Ну, смотрят, что... Телевидение, это пассивное восприятие информации, то есть, ты смотришь, что тебя показывают, только, то есть, интерактива никакого нет, ни с ведущими, ни с тем, ну, есть вот эти попытки. Ну, да, ты даже с участниками, то и передачи, например... Даже те же стримы, да, ты можешь поучаствовать в прямом эфире, то есть... Ну, да, ну, а что на телевидении? Ты сидишь у себя дома, да, и смотришь то, что происходит в студии, которая, блин, находится за десятки километров от тебя, вообще, да, в другом... В другом том, что ты не выбираешь, то есть, ты включаешь телек и смотришь программу, которую тебя показывают. Ну, все. Ну, как бы, да. Нет, ну, выбирать... Выбрать тему конкретно. Ну, выбирать на телевидении, может, да, в плане того, если... Ну, только в том плане, правда, как бы, ну, между каналами, да. Тебе, если не нравится передача, ты можешь переключить на любой другой канал, да, и смотреть что-то другое. Ну, там тоже программа, то есть, определенная. Ну, да, это немножко расширяет обилие вот кабельного ТВ и спутникового, это, конечно, немножко расширяет выбор, но не решает окончательно программу. Это именно пассивное восприятие информации. Ты смотришь ведущего, его мнение, все, но ты никак не участвуешь в... На том же стриме вот ты можешь... То есть, например, ведущий что-то, ну, рассказывает какую-то, какую-то, например, схему, у тебя появляется в процессе просмотра программы, скажем так, свое мнение, но ты это мнение высказать не можешь. Ну, кроме того человека, например, если ты, как говорится, ну, если ты с кем-то только смотришь в паре, ну, ты можешь обсудить вот с тем человеком, с которым ты сидишь, например, в комнате, да, и смотришь телевизор. Вот только разве что, ну, да, между собой вот так перекинется фразами, типа там, кто что и все. Но ведущему, например, свое мнение ты не выскажешь. Участникам программы, ну, ты тоже не выскажешь, да. Но речь в другом. Насколько народ верит, по-твоему, в пропаганду в эту и насколько он действительно любит смотреть там Киселя, Соловья? А трудно сказать, если нас не верят, да. Ну, кто-то может и верить, кто-то верит. Речь именно о большинстве. Большинство ли верит или нет? И любит ли? Именно подавляющее большинство. А я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли большинство любит и вряд ли большинство верит тому, что они там пытаются рассказывать или, ну, и все такое. Потому что все-таки, наверное, стараются воспринимать более основываясь, наверное, более на каком-то... На том, что лично видят, а не на том, что пытаются рассказывать со стороны. Так, Бентер Дегас пишет «Всем пока, мне нужно отваливаться». Ну, все, да. И все-таки... Бентер Дегас пишет. Ну, и все-таки, наверное, больше стараются выстраивать какие-то мнения из личных каких-то наблюдений, нежели того, что кто-то со стороны скажет. То есть, ну, потому что лучше, чем ты это сам как-то прочувствуешь или увидишь, да, тебе это, ну, никто не расскажет. Потому что каждый будет высказывать с каким-то своим отношением по разным вопросам. И каждый по-своему. И, ну, даже тот же Соловьев там, и тот же Киселев, они высказывают вопросы, как говорится, и любые ситуации с точки того, как они это воспринимают. Но они ж не высказывают. Нет, они высказывают в первую очередь с точки зрения по темникам, как им говорят их руководители, то есть редакторы, как Путин. Политика Путина, и они ее поддерживают. То есть, они грамотные профессиональные журналисты, пропагандисты. Ну, либо с точки зрения ну, и с точки зрения, ну, частично со своей точки зрения, наверное, частично с того, с точки зрения политиков-то, но они же не высказывают. И они должны эту тему отстоять, показать. То есть, им говорят задачу конкретную, что им надо сделать. Но они еще не высказывают. Позитивно, негативно выставить там определенные реформы, какие-то события, показать с негативной, с позитивной стороны. Формировать мнение, навязывать людям определенную точку зрения. Что хорошо, что на какой-то вопрос. Но они же не, но они же не, но в то же время они же не высказывают, они же не высказывают с позиции того, как это видит народ. Они высказывают со стороны политиков. Почему? Не всегда. Они очень часто говорят по информации из каких-то независимых источников или там по информации опросов общественности. Очень часто любят использовать такое выражение по опросам общественности. Там 90% населения считает вот так вот, там 80% поддерживает так. То есть, никто не проверит это даже. Это вообще действительно есть такой опрос, нет опроса. То есть, а формирует мировоззрение. То есть, люди смотрят и думают, ага, большинство считает вот так. Ну, значит, да. А правда это или нет, никто же не проверит даже. Может, вообще никто так не считает. Это придуманный, может, опрос. Попытка завязать мнение. Ну, и вместе такое сделаем. Ну, я не думаю... Но ты не думаешь, что народ верит в это? Я не думаю, что большинство народа отдельные упоротые ватаны. Верят тому, что они говорят, потому что, как ты говоришь, это нельзя проверить. Но даже если они говорят какую-то там правду... Хорошо. А почему-то, по-твоему, столько неадекватов и то есть народ терпит. То есть, как и у нас то же самое. Жизнь ухудшается, там дороги убитые, пенсии задерживают, а бабулька говорит, ой, я там за Путина пойду, поголосую, все, я вот Соловьева побегу быстрее смотреть. Там все правду скажет, интересное шоу. То есть, ну, верят же все-таки, получается. Ну, верят. Иначе бы протестовали, что-то бы делали. То есть, выражали на словах недовольства. Верят, но не все, скажем так. Какая-то определенная категория людей верит, определенные, как бы, ну, кто-то верит, кто-то нет. Хорошо. Перейдем тогда к следующему мифу. Десятый, предпоследний наш миф на сегодня. Бюрократия и коррупция огромны и постоянно разрастаются. Ну, в России имеется в виду. И оно и у нас. У нас, естественно, и в Украине, и в Молдавии везде речи. На право и налево. А батька сядет, у нас полно. А батька сядет, и их оправдывает. Да. Назначая их в колхозы, он на них опирается. Ага. Назначает их в колхозы, а потом через несколько лет они получают те же должности, что и имели до того, как его там выженят до той должности. Не, ну, речь тут не о Беларуси. Это именно тема мифа о России, то есть бюрократия и коррупция в России. Как ты думаешь? Много губернаторов прижали. А в России она и по сей день живет. Бюрократия. Вот смотри, много губернаторов заменили, то есть там аресты были в 14-м, 15-м, 16-м году. То есть, по крайней мере, внешне на публику борьба с коррупцией было серьезное. То есть, а как ты думаешь в реальности, не общался с кем-нибудь? То есть, как больше ее становится, меньше, как ты думаешь? Ну, еще не могу сказать по этому поводу. Да, если не общаешься с людьми, которые там, может быть, на каких-то форумах или в комментариях, например, под видео российских блогеров, там, того же Кабикадзе, может быть, или там ОМТВ, то есть, какие-нибудь с россиянами там в комментариях, или ты не участвуешь в таких обсуждениях? Да нет. Не контактируешь с российской оппозицией? С российской оппозицией, ой, контакт, как говорится, нету. Ну, исходя из того, как говорится, да, из того, что я могу сказать, так она, так бюрократия у них в России была и будет поставить. Так она есть во всем мире, Россия в этом плане ничем не отличается особо, ни в худшую, ни в лучшую сторону. И в Китае есть она, и пускай, и пускай, как говорится, запрятачивающую, пускай Ельцину спасибо скажут. А в Совке, что не было, раз в бюрократии? А в прицаре, почитай того же, там Салтыкова, Щедрина, какого-нибудь, или Гоголя, например. В Санской России только дай, была такая бюрократия в регионах, особенно ужешающая, коррупция просто чудовищная. Ну, при Ельцине просто был ее современный этап, Когда олигархи за бутылку водки Ельцин раздавал, Ельцин им пропил всю страну, да. Ну чего, а Петр Первый разве не пропивал страну? То есть он тоже так с плеча любил своим этим помощникам раздавать. И как воровали там, это просто можно придумывать, так сказать, историй. Там воровали, ого-го. И в 17 веке тоже такое было, делаешь в другом. Дело в том, что конкретно сейчас разрастается бюрократия и коррупция, вот последние там, ну, 5-10 лет, может быть, после событий в Крыму, в Донбассе, или она наоборот сжимается, то есть динамика какая, по-твоему, позитивная или негативная в России по поводу коррупции и бюрократии? Скорее, наверное, негативный, что бы. То есть ухудшается, ты думаешь, еще да. У нас, я могу сказать, ухудшается, потому что у нас, допустим, коррупция, по-моему, за 2016 год выросла в полтора раза, кажется. У нас воруют на право и на лево. Я понимаю, но тут именно речь вот о России. У нас тогда, я могу сказать, что хуже стало, потому что беднее, мы же все-таки живем за счет вот этих помощи, дотаций, там, кредитов, которые Россия выделяет. А вот в самой России, то есть тут противоречивое мнение, они говорят, Путин там молодец, он борется, он прижимает их там всех этих бюрократов, ох, молодец-то какой. А другие говорят, да нет, он все слил. Тут наоборот, коррупция прответает еще сильнее там постоянно. Бюрократия ужасающая, там ничего нельзя сделать, все буквально за деньги, все купленные дипломы у всех. В общем, все кругом бардак, центры горят, дома рушатся. Кто прав, по-твоему? Я думаю, что правы тех, кто утверждает, что коррупция разрастается, как бы, да, и ситуация в этом плане в России становится хуже. даже несмотря на то, что Путин там пытается пресекать и вести какую-то работу относительно того, чтобы там меньше сделать, тем не менее. ситуация-то, ты думаешь, что ухудшается все-таки, да? Ты в сторону негативного, да, сценария готов в Польше. Я думаю, что ухудшается. Ухудшается, по-твоему, да. Ну, да. Хорошо. Ну, и последний тут миф такой одиннадцатый образование и здравоохранение почти полностью разрушены. То есть, тут тоже движение считается, как бы, да, одни говорят, тут уже многие говорят, негативное. То есть, вот тоже в каком-то в пятнадцатом году, по-моему, в Москве даже много сократили этих для больниц, а койко мест, то есть, ну, меньше их стало значительно. В связи с тем, что вот нефть дешевела тогда и война в Донбассе, в Сирии, тогда, в конце пятнадцатого-шестнадцатом году влезли же в Сирию. Ну, то есть, очень плохо было все с деньгами, и поэтому социальные программы вообще сокращали. И в этом плане тоже. По медицине ударили. То есть, говорят, непрофессиональное очень. Ну, у нас тоже в этом плане все плохо. То есть, в регионах все плохо. В Минске-то, может, хорошо, и в этих областных центрах. А в регионах-то неважно. Что ты думаешь об этом? Ну, тут тоже, кто его знает. В принципе, в сфере образования я не думаю, что в России какие-то проблемы есть. там, думаешь, примерно так же осталось. То есть, ну, например, поменяли кого-то. Министра я не скажу, что там, что такое. Я не скажу, что там что-то улучшилось, или что-то хуже. Министра образования поменяли, то есть, бабу там какую-то историка вроде бывшего поставили, то есть, вместо кого-то, вместо Ливанова или вместо Фурсенко, я не помню, вместо Ливанова, наверно, министра образования поменяли. То есть, это как бы, вроде, шаг был в сторону улучшения образования, то есть, типа, более качественные там и более патриотичные. чтоб было это по-моему 15 год или 14 такие вот изменения произвели георгес пишет комментирует путин пытается пресекать да ладно ну это как бы не моё мнение георгес но ты знаешь что есть такие ура патриоты всякие как их там эти ватные в россии которые говорят путин борется но посмотрите он же губернатора там посадил одного и у другого там миллион миллиард долларов изъяло как какой молодец осколку осколка у того осколка у того же путина в закормах скрыто до них природа вот его самого перетрясти все и в плане доходов да так найдется блин из десяток до десяток дохода который идет в обход россии в обход россии как только кто же это сделает если как не международный какой-нибудь и который не задекларирован да кстати говоря по это по моему в конце 16 года такая была информация что россияне на иностранных счетах то есть в офшорах разных хранят в три раза такую сумму которая в три раза превышает этот годовой ввп россии то есть огромную сумму это только что что вот как ну так то ну вполне возможно да причем я думаю это за них причем причем то что в три раза да я думаю это даже заниженная оценка то что в три раза там перебери так перетряси каждого олигарха так вот что касается посадок губернаторов я думаю здесь смотри в чем причина обнаружишь да будет там наверно цифра обнаружится 1 5 больше чем был не раз в 3 так вот говорю я думаю по поводу этих задержаний тут дело вот в чем эти губернаторы они привыкли с 90-х годов там с тех времен то есть такая привычка воровать очень много а в стране резко сократились доходы войны эти все давление запада санкции и падение цены на нефть и в бюджете денег не стало они наглеют и также сама крадут как и раньше то есть и поэтому центр меньше доходит средств то есть понимаешь там крадут деньги на жилье на строительство то есть но очень нагло себя ведут поэтому им показали что если они будут так вот действовать то тогда наверху тоже надо как-то красть а то на всех денег не хватит естественно показали периферийным вот этим губернатором им их место то есть что вы там крадите но как-то ну немножко поскромнее не светитесь так сильно тех кто совсем наглый был их вот взяли показательно приструнить так сказать да это как больше показательные мне кажется акции чем какая-то низко это не скажешь что она была направлена чтобы там на пресечении коррупции там или все просто приструнить да конечно жаль что тут никто не подошел то есть наверное народ смотрит футбол я думаю ты как не в курсе расписание матчей интернете надо будет посмотреть а то футбол от это он прям отбирает просмотры то есть народ завтра футбол завтра сегодня футбол 1 1 8 уже начинает завтра завтра начинается 1 8 ну а кто играю завтра уругвай португалия и но это второй матч а первые не помню что а сейчас может я можно как-то дискорд свернуть сейчас я тут евроспорт открою скажу кто там что так а франция с аргентиной вот франция аргентина и уругвай португалия а слушай такой ты это как вы не не собираешься посещать митинг статкевича 3 июля то есть от планируешь разрешат пойду не разрешат не пойду вот я не знаю даже я как-то ответ на этот вопрос не получил не разрешат не пойду ну ну не причем по крайней мере ну не не в той даже не тут но не в том плане что он там не разрешен а в том не в том плане даже что это ну как-то как многие как многие могут сказать типа что вот мол не разрешено так ты действие боится не стоит не столько я боюсь туда лезть сколько мне просто проблем не надо в этом государстве недовольство есть но я просто банально не хочу для себя проблем иметь в этом государстве потому что блин ну нафиг да при нынешней нашей ситуации для их проблемы в государстве на общество не готово ну нафиг блин да чтоб как говорится лучше жизнь понятно там что много тому что не нравится но блин живешь тихо как говорится и себе же лучше потому что не изменится если тихо сидеть надо что-то делать мы делаем вот стримы проводим ну как говорится ну не в том плане в том плане что не есть на рожон против власти в открытую дабы не иметь проблем потому что блин вылететь со страны тоже них они не хочется понятно не знаю разрешен или нет поэтому никого не призываю и быть как и быть как говорится а быть врагом народа в собственной стране да ну на тут же тяне давали так тут враги народа все кто не поддерживает эту власть то есть если не быть врагом народа значит поддерживать власть быть вот таким как ватники то есть как говорится по мерковным и и позволяйте действовать то есть молчание это тоже знак согласия понимаешь ну я как бы понимаю лишь говорю мне просто чисто для себя просто книги не хочу иметь проблему ты просто спросил думаю может ты собираешься если разрешат на том основании что никому не будет вопрос да ну просто блин есть и на что-то запрещенное на что он и на разрешенных задерживают и арестовывают тоже бывает это не гарантия того что там все нормально ну не знаю говорю что это же не гарантия еще на разрешенных держат ладно я просто спросил типа идешь ты не идешь но не знаю лично мне все равно главное мне главное деньги чтобы добраться до туда а разрешены неразрешенные это неважно я просто не рекламирую как бы не призываю никого идти на такие митинги потому что и вот сейчас то же самое потому что но это опасно то есть я вообще опасно в том плане что тебе жить а потом тебе потом нормальная жизнь банально не дадут в этой стране будут третировать постоянной в том-то и состоит дело что либо ты либо ты соглашаешься с тем что делает власть и так терпишь проблемы то есть за счет того что власть тебя будет душить либо ты против власти то есть и так и так одинаково получается но только в том случае если ты борешься ты выражаешь свою позицию ты идешь против власти ты хотя бы имеешь право сказать что ты пытался что-то изменить что ты не сидел на месте что ты не молчал то есть и сделал то что мог а так как говорится все ничего не делал то ты и значит всем доволен получается чем-то возникает что тебе не нравится что-то тех все нравится должно быть ты же ничего не делал значит все нравится а раз не нравится надо было делать она то но то так ну это тоже вопрос спорный. Этих организаторов, как говорится, таких мероприятий, как для того же Статкевича, так за ним кто-нибудь стоит. Естественно, стоит. У них с деньгами проблемы нет, чтобы штрафы оплатить. Которые живут, как говорится, явно не в нашей стране, и если его схватят, так за него десяток заступятся. А если схватят меня, как обычного человека, я сомневаюсь, что мне тот же Статкевич придет помогать, вытягивать меня. Вообще не придет помогать. Пальчес, ты же был, когда был стрим с Пальчесом, Пальчес сказал, что он, когда вот были задержания 25-го, собирали там они деньги, оплачивали тем, кто пришел на митинг Статкевича, а те вроде как ничего и не помогли ничем. Ну, так я же и говорю. Поэтому оно, блин, оно, блин, стоит туда лезть, чтобы наживать себе проблем, да? Чисто для себя. Ну, мы немножко... Кроме того, что... Да, как говорится... Кроме того, что себе проблемно живешь в государстве со стороны, да, со стороны, как говорится, власти, так это ничем не закончится. А у нас разве нет сейчас проблемы, если их не наживать? Она и так есть. Вот налог на тунеядство, контрактная система, неуважение к правам вообще, ко всяким, безработица, которая постоянно тоже увеличивается, продажа земли, сдача в аренду, то есть озер, век, засилие иностранных вот этих неинвесторов, даже не знаю, как их можно назвать, вот этих негодяев, которых притаскивают, которые захватывают просто землю. Ну, это есть... Контрактная система мне не грозит. Я сам на себя работаю. У меня своя... Ну, я занимаюсь сейчас, да, туристическим бизнесом, как говорится, у меня своя турфирма, я сам на себя работаю. Ну, так предпринимателей же тоже душит лукавый. Так я не отношусь как кипешник. А как? Ну, блин, я плачу только единственный налог, это подоходный и все, больше ничего. ФСЗН ты не платишь? Я не плачу ФСЗН, вот именно что. А-а, ну, тогда да. Я не плачу, я не плачу ни ФСЗН, ничего, я плачу только единый налог. И все. Ну, тебе нормально, в принципе, повезло, да. Ну, я же... Потому что я открывал турфирму не через ИП, а через заявительный принцип. А такое возможно, потому что в феврале месяце принималось постановление, что можно на определен... на этот... Ну, если ты хочешь заниматься на определенные виды деятельности, если ты хочешь... осуществлят... Помните, что у нас где там... Туризм там еще, да, можно... Берешь заявление, просто подаешь, и тебе, да, можно открыть свое дело по заявительному принципу. Вот я со своим другом, которым учился в универе, так воспользовались, и мы на двоих сейчас открыли турфирму. И все. Мифы разобрали, то есть стрим тогда я уже заканчиваю, то есть сегодня людей мало подошло, кто чем занят, одни ведут свои стримы, то есть кто-то там по каким-то делам отошел, поэтому у нас разных мнений особо не получилось собрать, чтобы то есть как-то сравнить. Ладно, тогда завершаем стрим, оставайтесь с нами, и в воскресенье планируется новый стрим под теми «Белорусская экономика. Прошлое там, реалии и будущее».